Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое за теплые слова, Шураджан. Спасибо, дорогие христиане, Тверские и Лихославские, и отречения знания еще пришедшие. Может быть есть в других городах кто? Нет? Но Тверь, приветствую всех святых тверских. Я думаю, здесь собрались далеко не все христиане этого древнего города. Здесь не так много верующих, я так понимаю, в этом городе. Но это далеко не все верующие. Здесь гораздо больше верующих в Иисуса Христа. И, конечно, морозы повлияли, они все смогли увидеть все желающие. Треклого-то, может быть, является даже предубеждением, что это не храм с куполом, с крестами. Как мне говорили некоторые люди здесь, даже по округе, знаете, здесь утверждают, что здесь не может быть церкви, потому что здесь Кентьяна. Как говорится, ха-ха-ха. Какой, знаете, кошмар. Ведь первые верующие собирались даже вообще-то в подземелье где-то, в катакомбах, знаете, собирались в лесах. И, знаете, они комплексовали. А сегодня, вроде, вот комплексуют, влетит в Кентьяна. Но церковь Иисуса Христа, это живой человек, это живые души. И очень прекрасно мы пели сегодня, слава Богу. И, как говорили еще в 15-м столетии, Нил Сорский, Васян Патрикеев, другие нестяжатели. Некоторые из них сидели здесь, кстати, в Твери. В общем-то, здесь место было не только, как бы, славное, хорошими вещами. Но, к сожалению, дверь проставилась и негативно тоже, к сожалению. Но и здесь же, где оказывали многие другие интересные реформаторы того периода времени были. И о них что говорили, нестяжатели? Храм из ребер, а не храм из блюбер. Храм Божий, общепожий. Живой человек, живые души, это храм Божий. И, знаете ли, их оппоненты, стяжатели, или, как их прозвали, иосипляне, они говорили, нет, храм может быть из плевен, из камней, с куполом, с крестом, знаете ли, даже если без парков, но в шляпе, даже если голодранцы и умирают с голоду, но из последних денег, ну, все-таки сделать золотой купол, как помните, Васянский пел, а в России купола кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал. Ну вот, но на самом деле это золото не привлекает Иисуса. Нашего Господа привлекает другое. Если бы золото привлекало Иисуса, тогда бы он смотрел бы на Ротшильда, смотрел бы на олигархов, смотрел бы Бог на уважаемых богатых людей. И, знаете ли, и даже, я вряд ли, думаю, он бросил бы искренне какой-то взгляд на каких-то бомжей, бродяг. Вот сегодня я утром гулял там в центре вашего города, набережная, и сделал много снимков интересных таких, Трехслянская, Трехслянская это место, пешеходный такой ваш, Арбат такой, знаете ли, Тверской. Очень интересное место, ну, правда, морозное, и как бы мало людей было, но подошел ко мне один там бородяга, я так понял, наркоман, его галочат всего, как боюсь умирать, парюшка, боюсь умирать, что делать? А я вышел прям в ряде, ну, оделся, конечно. Вот, и я ему проповедовал, говорил о Христе, что смерть, она для всех нас, но есть жизнь, и есть жизнь с избытком, которая во Христе Иисусе. Я не знаю, насколько его уши были открыты, знаете ли, ему, он пришел туда на Трехслянскую, не чтобы фотографировать, а чтобы купить наркотик себе, чтобы его, это оставило вот это его, ну, состояние. Ему уже не в радость, это все, в чем он живет, я так понимаю. Если первая эйфория прошла, и жестокая правда пришла, знаете ли, в его мир, и его мир трещит пошла, и смерть, каждое утро смотрит ему в лицо. Но, есть выход, даже для такого кончного наркомана, как в миру говорят, есть выход, это Иисус Христос. Слава Богу! И сегодня, господа, братья и сестры, для каждого жителя этого города древнего есть благая весть спасения через веру в Иисуса Христа. И Шура Джан, пастор, Шура представил меня как украинского священнослужителя. Да, я на самом деле являюсь украинским епископом. Наша церковь официально называется украинская, реформатовская, православная церковь, киевская, епископия. Вот, епископ Сергей Журев, перед вами ваш похорный слуга сегодняшнего дня. И сегодняшний день, я думаю, сегодняшний день, в субботний, этот семинар мы назовем, я назову, уроки из истории христианства, уроки из истории церкви. Потому что в течение одного дня очень трудно, согласитесь, два тысячелетия даже бегло осмотреть. Но в нашей с вами истории много интересного есть. Очень много поучительного, назидательного. Для каждого сегодня, я думаю, есть чему поучиться из нашей с вами истории. Из истории, как вот, первых христиан, наших старших братьев и сестер, из истории более поздней истории, и вот даже современной истории. Но зачем нам это? Для чего? Что нам с этого будет? И вообще, Бог, Он хочет ли, чтобы мы знали историю? Чтобы мы читали историю? Чтобы мы узнавали историю? Я убежден, что Он хочет. Хочет. Почему? Потому что, читая Библию, я читаю книги не только поэтические, не только пророческие писания, но и исторические писания. Бог вдохновлял и Ветхом, и Ветхом Завете писать своих людей книги исторические. Зачем? Чтобы мы увидели историю глазами Его. Чтобы мы увидели историю глазами Вечности. Поэтому сегодня нам предстоит такая экскурсия. Сегодня лучше, чем в том мультике «Летающий дом». Знаете ли, у нас, мы совершим полет мысли во времени, в пространстве. Скажу, это удивительно. Бог выше всего этого. Мы думаем, вот сегодня 4 февраля 2012 года. Мы живем в этом мгновении, мы живем в это время. Сегодняшний субботний день. Вот те, кто пришли, вы вырвали для того, чтобы попросить этот семинар. Но сегодня вы пришли сюда, мы собрались все здесь, в этом зале. Пройдет несколько часов, мы покинем этот зал, мы уйдем в свой мир снова. Чем мы занимаемся? В свои дома вернемся. Но Бог выше этого времени. Бог нас собрал здесь для того, чтобы мы чему-то научились в этот период времени. В эти часы. Несколько часов всего в нашей жизни. Но я думаю, мы проведем их эффективно. С максимальной пользой. Господа, если у вас есть вопросы, кстати. Если вы пришли уже с вопросами. Или они возникнут у вас по ходу вот этого семинара. То вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Пишите записки. Давайте сделаем так. Пишите записки и передавайте по астуру шури. Хорошо? Шурлджану мы будем собирать все эти записки. И подавать мне. И я посмотрю. Если будет много вопросов, то я побольше времени в конце семинара выделю. Если будет немного, то тогда уже меньше времени. И я буду уже больше материалов делать. Хотя, мне очень хочется не просто цифры, даты, имена называть сегодня. Но именно прославить Бога. Прославить Господа нашего Иисуса Христа. Хочется вместе с вами на самом деле чему-то научиться. И знаете ли, друзья. Вооружившись этими знаниями, подражать вере тех, кто проставил Иисуса в своей жизни. Потому что мы сегодняшние христиане, христиане 21-го столетия, мы переняли эстафету веры у многих поколений верующих. Много поколений, согласитесь, передало нам эстафету веры. Даже если брать не такую давнюю историю, а вот ближайшую к нам историю. Вчера в офисе здесь, в церкви, мы общались, как раз пастори. И я услышал такую историю, которую члены этой церкви, прихожане этой церкви знают. Многие из вас эту историю услышали. Меня она потрясла вчера. Что оказывается, еще в советское время, безбожное время, во время безбожного Советского Союза, или как по-гречески, атеистического Советского Союза, здесь одной из сестер, ну, наверное, не одной из сестер, я думаю, некоторым людям верующим, но одной из сестер верующих, здесь было откровение, понимание, что здесь, на этом месте, будет церковь. И здесь ничего не было еще. Ей откровение было, что здесь будет церковь. И потом началось строительство кинотеатра. Она подошла и спросила строителей, что вы здесь строите? Ей объяснили, мы строим кинотеатр. Как? Не может быть. Мне Бог сказал, здесь будет церковь. Идите, женщины, отсюда. Какая церковь? Время церкви уже прошло. Сейчас строим коммунизм и прочее. Сейчас кинотеатр строим. Они потребуют. А храмы нам не потребуют. Церкви нам не потребуют. Но знаете ли что? Они, эти безбожники, строили здесь кинотеатр, не знали, а что они строят церковь. Они строят церковь. Просто они не знали этого еще. Вот и пришло время, и справедливость восторжествовала. И то, что Божий план осуществился. И это здание, оно стало таки церкви. Слава Богу. Замечательно. И мне рассказали, что эта сестра, она даже дожила до этих лет. Она дожила до этого времени, когда уже здесь собиралась церковь и ушла в вечность. Слава Богу. Потрясающая история. Очень красивая история. Мне очень нравились такие истории. И я люблю собирать разные истории. В разных динаминациях, конфессиях есть очень много разных интересных историй. Как Бог прославляется. Бог великий славится. Друзья мои. И рано или поздно справедливость восторжествовала на земле. Справедливость в Иисусе Христе. В Боге. Будущность нечестивых, написанных в псалмах, погибнет. То есть, нечестивый, он не имеет будущего. Он сам своими руками уничтожает свое будущее. Будущность нечестивых погибнет. Но Давид также говорит, что будущность праведного есть мир. Есть шалом. Мир. Шалом. Это не просто отсутствие войны. Знаете, как у Толстого, да? Война и мир. Нет. Это не просто мир без войны. А это мир с Богом. Это примирение с Творцом. Это единство с Богом. Слава Иисусу Христу. Друзья мои. Братья и сестры. И вначале передам привет, конечно же, от своей семьи, от супруги, от наших шестерых детишек. Я ношу хлопок, но я не монах, и монаха никогда не был. Вот святей Христу. Я являюсь священнослужителем, женатым епископом. И для традиционных православных многих священников, служителей, это как бы немного коробит, может быть, кого-то. Записи эти смотрят не только прихожане, но и священнослужители. Хотя священники традиционных православных церквей русской, украинской, редко посещают мои семинары, но с помощью записей я имею возможность говорить моим братьям. Многие мои коллеги, мои вчерашние друзья порой считают меня отступником, еретиком. Даже вот за такие вот посещения, что я посещаю и общаюсь с протестантами. А я говорю, знаете, многие говорят мне так даже. Вчера, с кем я служил вместе в храме, они говорят мне, что, о, ты наобщался с протестантами, сам стал протестантом. Типа, от кого, с кем поведешься, того наберешься. Я говорю, знаете, господа, но еще не было Мартина Лютера, ни Калина, ни кого-то еще из основателей протестантизма, а все это уже было в Писании. Это что, они взяли и переделали эти протестанты, Писания нет. Мы общаемся об одном Слове Божьем. Мы молимся одному Господу, и ни в ком этом нет спасения, в крови нашего Спасителя Иисуса Христа. Это он сам сказал, в конце концов, даже не другие местописания, но вспомнил слова самого Иисуса. Он сказал, в Иоанн Гератриана написано, 14.6, 14.6, Иоанн, написано, я есть будь, истина и жизнь. И он подчеркивает дальше, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Его, через Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, и сегодня, конечно, особый такой день, насколько я знаю, читал накануне, сегодня, 4 февраля, один из таких, ну как бы, судьбоносных дней, вообще, для России. Сегодня митинги совершаются в Москве, значит, и, ну, как бы ни митинговали люди, как бы ни выходили на шествие, знаете ли, ничегошеньки не решится, ни сверху, ни снизу, если не будет пропущения духовного. Знаете ли, я в социальных сетях писал накануне, вот, до того, как приехал сюда, в Тверь, я писал по поводу вот этих митингов и 6, и 4 февраля, что, не дай Бог, чтобы повторилось безумие 9 января, кровавого Рождества или кровавого воскресения 1905 года, когда царь приказал расстрелять свой же народ. Знаете ли, но, ни тогда, ни сейчас, ничего не может благого совершиться, если, если Бог, не благословит, если Бог не повидует, потому что Господь обещает. Знаете ли, если мы воров и жуликов сейчас одних уберем из Кривля и других поставим, ничего не изменится. Значит, что может измениться и как можно измениться, только лишь благодаря Богу может быть что-то измениться. И поэтому я считаю, что самым лучшим митингом является сейчас молитва, является сейчас на самом деле обращение к Богу и всех, и богатых, и бедных, и воров, преступников и обворованных, и обесчищенных, оболганных, и прочих. Вот буквально на днях заходил в одной из социальных организаций города Дулы, мне было, ну, стыдно, честно говоря, читать вот эти, вот эти списки дотаций, допустим, вот на ребенка, дотации на ребенка 300 рублей в месяц, 10 долларов, ну, это, ну, никакие ворота не идет, абсолютно. Я, ну, я понимаю, что там сильные веки сего, они о чем-то думают, но явно не о людях. Если они считают, что на 300 рублей женщина с мужчиной, они могут прокормить ребенка, а будут одеть его, в школу снарядить, еще плюс полторы тысячи дотации, если они работают нигде, полторы тысячи, ну, 1700 рублей там с чем-то, ужас. А пенсии какие? Я посмотрел, даже бегло осмотр, я думаю, сейчас, я сделал снимков, если в случае, там, специально, в этом отделении социального распечения, и, знаете ли, и думаю, вот в социальных сетях выставишь, так многие не поверят. Ну, не у нас, а вот если на Западе, допустим, у меня много друзей в Америке, в Европе, так не поверят же. Знаете ли, подумают, фотошоп какой-то батюшка сделал? Ну, а это реальность. И это при всем при том, что Россия огромная страна, и богатые недры, и ресурсы. И, конечно, это позор, но, опять-таки, этот позор не решишь революции, этот позор решишь реформации. Мы знаем уже научные истории столетней, что революция, они лишь усугубляют проблемы, но реформация, она решает проблемы. Вспомним Англию, пробуждение Уэллса, когда Шахтерские, бедные районы, пережили духовное пробуждение. Многие историки, даже не христиане, даже не верующие, однозначно пишут, что именно это духовное пробуждение спасло Англию от краха, от революции, от безумия, от террора. То есть, когда приходит Дух Святой, когда люди каются, богатые, бедные, бедные начинают не завидовать, а благоставлять богатых, богатые начинают делиться богатствами, неправильно, наши темы богатствами, и происходит гармония. Не под нажимом, а каким-то, да, законов определенных, или интервенций, или чего-то еще, а изнутри, царство внутри, слава Иисусу. И это очень важно. Поэтому, друзья, братья и сестры, сегодня, окунаясь в прошлое, давайте думать о настоящем. Сегодня, изучая историю христианства, давайте думать о том, как сегодня прославить Господа Иисуса Христа. Изучая историю церкви, давайте учиться на ошибках предыдущих поколений, на ошибках тех, кто был прежде нас. Потому что в истории христианства чего греха таится. Не только хорошие моменты, очень много такого, что даже не хочется открывать, по большому счету, согласитесь. Очень мало приятного, когда перелистываешь, допустим, на телослайды, историю христовых походов, инквизиции, и у нас на Руси то же самое, сжигание не меньше, чем наши западные профессии, коллеги, только о нашей инквизиции не принято говорить почему-то. Вот такой менталитет все прятать как бы. Но это не даст нам исцеление. Покаяние, оно как раз даст исцеление. Когда, кстати, прежний римский папа, Иван Павел II, покойный уже, когда он начинал покаяние перед евреями, покаяние в сожжении такомыслящих, там, в инквизиции, знаете ли, многие политологи, многие советники папы, кардиналы, с некоторыми из них я лично просто пересекался, общался и в Украине, и в Польше. Они говорили, тогда были молодые на них священнослужители, сейчас у него старцы, они говорили, что ничего доброго не даст это массовое покаяние, прилюдное такое, знаете ли, вытаскивать грязное белье, высовывать, и перед всем миром трясти, и без того уже пальцы в плечо, вымыл там, католика столько, пожигали. А если мы будем еще это и признавать, и говорить об этом, и каяться, то вообще нас просто, об нас ноги будут вытирать. И без того низкий рейтинг церкви. Но, слава Богу, что Иван II послушал завета прежнего папы, Ивана XXIII, который говорил, что как раз покаяние это признак зрелости церкви. И, знаете ли, что, после покаяний, как раз этих, наоборот, рейтинг церкви резко поднялся. Авторитет резко поднялся. И это подтверждает правильность библейского учения, библейской мудрости. Потому что покаяние это признак взрослости. Покаяние признак ответственности. Знаете ли, если мы имеем дело с человеком, пусть даже молодым, совсем юноши, но если он умеет признавать свои ошибки, научен, а если он готов работать над ошибками, мы понимаем, это взрослый человек, ответственный человек. Но если мы имеем дело с человеком даже с седыми волосами, но если он не готов признавать свои ошибки, и не готов работать над ошибками, мы понимаем, что человек еще не зрел, он еще не утвержденный человек, он еще не взрослый по-настоящему человек. И иметь бизнес, в частности, с человеком, который не готов признавать свои ошибки, невозможно просто-напросто. Этот человек, он приведет к краху и твой, и свой бизнес. И так во всем, абсолютно во всем, построить счастливую семью невозможно, если и он, и она не готовы признавать свои ошибки и работать над этими ошибками. Ну, в любую сферу возьмите, бизнеса, семьи, экономики, везде, абсолютно везде. Но в вере, в церкви, в религии это наипаче. Скажу так, что очень важно церквям осознавать эти ошибки. И многие мои вчерашние коллеги, традиционные православные священнослужители порой укоряют меня, что я часто говорю об ошибках церкви. Они говорят, ну, зря ты об этом так вот говоришь, зря грязное белье выносишь. А я сегодня, поверьте, очень много грязного белья буду вытаскивать. И трясти перед всем миром, перед вашими экранами и перед вами. Зачем? Много трупов буду вскрывать сегодня. И будет очень неприятно у многих из вас, как, значит, зрители, ну, в медицинском, будем так говорить, учреждении, будет очень плохо, внутренне плохо. Но это хорошо. Мы вскрываем, если будущие медики, да, вскрывают трупы не для того, чтобы просто посмотреть, что там внутри этого человека, его тела, а для того, чтобы научиться помогать живым людям. Для того, чтобы, знаете ли, научиться понимать ценность жизни, в конце концов. Видеть, что тело без духа мертво, в конце концов. Чтобы видеть, как болезнь развивалась, как она убивала человека, как она убила его. И чтобы помочь живым людям. И это благородно. И поэтому нужно идти и делать грязную работу врачу, будущему врачу. И так во всем. Я художник профессиональный по доцеповной специальности, заканчивал Орловское художественное училище. И у нас был очень хороший мастер, хороший рисовальщик. Четыре года он вел у меня рисунок. И, знаете ли, мы очень любили его. И он был фанатом, значит, на самом деле рисунка, хорошим графиком, профессиональным художником. И он рассказывал, как он достигал мастерства. Он просто шел в морг, еще студентом института, и присутствовал при вскрытии. И потом просил сам, участвовав в этом, платил деньги специально за это, чтобы не просто на костях, не просто где-то еще, знаете ли, на что-то еще, но вживую посмотреть, пощупать. И когда я один раз полностью всего человека по косточкам буквально разобрал и проверил, прощупал своими руками, теперь его с закрытыми глазами изобразить тело человека, нарисовать его конструкцию. Теперь я это знаю лично, своими руками. И он был хорошим даже скульптором и хорошим графиком. И мы видели, что он на самом деле очень правильно все изображал. Нельзя потом, ну, очень грамотно. И сегодняшние христиане должны на самом деле в истории христианства увидеть не только хорошего, но и много плохого. Не для того, чтобы осудить наших братьев, сестер, что были перед нами. Не для того, чтобы поставить себя выше их и сказать, ой, если бы мы жили тогда, мы бы так не поступили никогда бы. Упаси Бог нас от такого образа мышления. Мы не судьи, ни живым, ни мертвым. Один судья над всеми нами, и теми, кто были на этой земле, и теми, кто сейчас живет, и теми, кто будет после нас. Это Господь, Бог Святой. А мы лишь свидетели Его, если мы верующие, по-настоящему христиане, возрожденные, то мы Его истинные свидетели. Не те уже свидетели, что о нем, как бы, говорят, но реально Его не знают. Но настоящий свидетель, тот, кто действительно был, знает себе, свидетелем, является свидетелем Его воскресения. А то, как в том старом советском фильме, есть свидетели? Да, я свидетель. А что случилось? Помните, да? Вот, но, вот это те христиане, которые, как бы, вроде бы везде хотят что-то сделать, но сами реально не имеют свидетельства воскресения Иисуса Христа в своей жизни. Господа, братья, сестры, давайте помолимся вначале и попросим Божьего благословения. Я очень хочу сейчас помолиться также за Россию, помолиться также вот за Москву, где сегодня особенно много этих митингов проходит, чтобы не пролилась кровь, но чтобы кровь Христа, она умывала от греха, чтобы пришла свобода не через, знаете ли, новые политические программы, а через отпрощение грехов их, как написано в Писании, слава Иисусу. Давайте помолимся. Отец, Бог с Годой, Царь наш, Сущий на небесах, благословенный Владыка наш и Господь, Боже наш, я благодарен Тебе за Твоих, благодарен Тебе за христиан, гордость Твили, собравшихся здесь, в этом зале, Боже, смогущий благослови всех нас и прими молитву нашим Арфемиам, как благоуханье к престолу славы. Боже наш, величественное имя Твое, Господь, и сегодня, Боже, мы взываем Тебе благослови нас. Благослови, Господь. Благослови, Боже, нас быть не судьями истории церкви, но свидетелями Твоими, Господь. Помоги нам учиться на примерах из истории церкви. Помоги нам подражать веры тех, кто сохранял веру и нашел до конца. Помоги нам, Господь, сегодня прославить Тебя в своей жизни, вписать строки в историю христианства, прославляющие великое Твое святое имя. Слава Тебе, Боже наш. И благослови сегодня Россию, благослови сегодня Ноготвей, благослови сегодня Москву, благослови сегодня другие города, Боже, и особенно там, где проходят сейчас митинги, ты приди, Господь, и скажи в сердца людские эту правду, что не смена правительств, не смена коррупции или чего-то еще, но, Господь, Твой Дух святой, прощение грехов от Тебя, Господь, это есть гарантия новой жизни, лучшей жизни. Боже, Святой, пробуди совесть богатых, пробуди совесть бедных. Бог всемогущий, косни всех сегодня здесь. Боже наш, и прости грехи народа, и исцели землю нашу, Боже наш. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя за все. Особенно прошу вот это лихое время, Господь, сохрани, Боже, верующих, сохрани, христиан, Господь, Боже, позволь нам быть в молитве, Господь, позволь нам быть в единстве, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодать Твоя с нами. Аминь. Аминь. И, дорогие друзья, братья и сестры, я Бога благодарю за эту возможность и быть с Вами сегодня. Я передал привет от своей семьи, теперь передам привет от своей церкви, от нашей всей церкви, от наших батюшек, матушек, прихожан, членов церкви. И наши церкви в основном находятся, наши епархии в основном находятся в Украине, в России, в Белоруссии, в Грузии, в Молдовии, в Румынии, в других некоторых странах развиваются наши епархии. Сейчас наши совещения трудятся в разных регионах, в основном на территории бывшего безбожного союза и иногда за пределами. И, в общем, как мы говорим, еще дальних зарубежьях. И в этом году, в 12-м году распространяемся за океан уже, начинаем церковь в Америке. И привет вам от нашей дружественной церкви там в США. Это харизматическая православная церковь. Есть ли вы? Вот так. Ну, это тоже, конечно, не знаю. Мне серьезно, они так пишутся. Харизматик в Артопольске. И, в общем-то, православные харизматы. И епископ этой церкви, он же патриарх сейчас этой церкви, Марк Керси, белый американец, он же Семен Иоанн Первый, вот так, фроще Марк Керси. Он, значит, друг нашей церкви и, в общем-то, партнерами, и давние молитвенные партнеры, значит, там. И вот, благодаря его поддержке, начинаем сейчас служение там, в США. И сегодня наша церковь в основном в Украине и в Киеве именно непосредственно. Почему? Потому что, знаете ли, особо такое есть понимание, что откуда начиналось вот христианство на Руси, откуда пошло именно историческое такое христианство на Руси, крещение Руси, а тут должно пойти и обновление христианства, обновления на постсоветском пространстве, знаете ли, потому как есть духовные клубовины определённые, которые не перерезаны, и несмотря на, что, значит, Россия, Беларуси, другие страны, отдельные страны, но есть негативные связи, есть греховные связи, а есть позитивные связи, есть божеские связи, знаете ли, духовные связи, хорошие. И хорошая связь, знаете ли, это связь пробуждения. Это связь именно покаяния, обновления, славы Иисусу Христу. Да, и возлюбленные, также я рад, что в этот раз я смог посмотреть немного город Тверь. В первый раз я был у вас, не получилось у меня увидеть вашего города. Это было лет 7 тому назад примерно, когда здесь проходило в Твери служение Эванезер. И я рад, анонс такой даже сделал, наверное, не могу не сделать его. В марте месяце, в конце марта ждите гостей. В Тверь, вот, пастор Тарас, он поподробнее это все расскажет, похоже, наверное, и объявит, будут гости у вас, будет наш общий друг, давний, такой служитель известный в таких особых кругах, еврейских и христианских кругах, Борис Спасюков. Это, значит, лидер служения Эванезер по России сейчас. И это будет в конце марта. И опять, как и сейчас, я думаю, что соберутся христиане разных церквей, разных динаминаций, потому что у нас общее, на самом деле, у нас больше общего, чем вот такого отличного, что ли, разделяющего нас, больше примеряющего, объединяющего, сам Господь Иисус Христос. Аминь. И, возлюбленные, из истории церкви, что вам интересно будет, я вот точно не знаю, хотя догадываюсь, но жду ваших записок. Вы по ходу, прямо пока я говорю, передавайте, пишите и передавайте вперед. Пастор жюри передавайте. Мне больше интересно ответить на то, что вас именно волнует, потому что в разных городах, даже в разных странах, тем более, бывают разные вопросы и разные интересы. Может, вам интересна больше ваша история, Тверская история, допустим. Это, кстати, очень увлекательная история. Я читал о тверских еретиках много, интересовался этой темой. Это были очень интересные христиане. Вся ересь была лишь и в том, что они очень хотели познать Бога, а им это не давали, в официальном христианстве, православном. И они очень хотели читать Библию, но официальный Иерарх не читал это перефон. Они находили Писание, читали Писание и старались исполнять это Писание. Я думаю, это были очень интересные люди. У нас есть смысл и об этом тоже вскользь, хотя бы, но поговорить сегодня. Но, по порядку, наша история христианская здесь, на Руси, тысячелетняя, имеет предысторию. Древнюю предысторию, более древнейшую предысторию. Потому как, с какого времени началась история нашей церкви, нашей с вами церкви, церкви Иисуса Христа? Кстати, а сколько лет ваша церковь непосредственно сейчас? 20 лет. Ага, в этом году. 20 лет. Поздравляю. Слава Богу. Благодарю тебе. Это хорошее, что я сказал. И вот церковь 20 лет, допустим. Кому-то 10 лет, кому-то 20 лет, кому-то 50, кому-то 100, кому-то 1000, кому-то 1500. Вот сам пастор Шур, он сын армянского народа, трудящийся здесь, в Твери. И я знаю, что Армения как государство первое приняла христианство, как религию государственную. И это очень интересный народ. Я сам ни разу в Армении не был, только лишь в Твердилу стараюсь первыми посетить Армению. Но, знаете, у меня много друзей армян, люблю армянскую кухню, армянское гостеприимство. И, знаете ли, скажу, что мы с какого не были бы народа, недавно познавшего Бога или уже давно просвещенного Словом Божьим, да? Где только лишь начинают трудиться миссионеры, и там, где уже они потрудились тысячелетия назад, тому или полторы тысячи лет назад. Где бы мы ни жили бы, в каком регионе или стране не жили бы, у нас есть очень важное такое послание для этого мира. Что у Бога нет внуков, у Бога нет, как говорил один из великих проповедников в истории церкви, что у Бога нет внуков, у Бога есть дети. И даже если мы выросли в христианских семьях, это не гарантия того, что мы станем христианами. Но очень важно стать верующими, стать христианами. Лично пережить встречу с Иисусом Христом. И я думаю, что перед тем, как я начну дальше говорить, очень важно, я думаю, в этом зале есть люди, которым нужен Бог, нужно довериться с Богом. Потому что услышанное далее, чтобы услышать его, ну, мало будет иметь смысла для вас тогда. И для наших зрителей, я тоже скажу пару слов, очень важных слов, потому что это все пишется на видео. И я надеюсь, что среди наших зрителей тоже будет много людей, тех, которым нужен Бог. Которые понимают, что им нужен Бог сейчас. Прямо сейчас. Не откладывая в дубни ящик. Прямо сейчас. Не завтра, не потом. А вот сейчас. Примириться с Ним. Примириться с Богом. Что нам нужно знать для того, чтобы примириться с Богом? Говорю это к Заму и говорю это к нашим зрителям. Первое. Осознание своей греховности. Осознание того, что мы согрешили и решили славу Божьей. Написано, да, так и написано. Горькая правда в Библии говорится. Что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Горькая правда в том, что мы все, дети Адама и Евы, знаете ли, несем на себе некую печать вот этого греха. Их падение, знаете ли, как волна, касается всех абсолютно. Но есть выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Есть выход, который сам Бог указал. Две тысячи лет назад Отец отдал Сына Своего, Иисуса Христа, праведника, за нас. Неправедно. Отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. И нам нужно не только осознание греховности. Это больно, но это важно. Без этого, знаете ли, нет дальше движения. Знаете ли, нужно осознать это. И пусть будет больно. Да. Любой нормальный человек, любой здоровый человек понимает, что он совершает в жизни много неправильного. Даже, скажу так, что, наверное, очень трудно найти здорового человека, нормального человека, который бы не понимал своего несовершенства, своей ошибочности. И многие, и неверующие люди понимают порой, и даже в петлю бросаются порой, и что-то еще в гадости совершают с собой, пытаясь зарушить совесть свою. Но, знаете ли, один из апостолов Иисуса не смог пережить это всего, и он повесился. Это был Иуда Искариотский. Мы часто судим его, но мы не должны быть судьями ни для кого, ни для живых, ни для мертвых. Но в этом страшный урок. Можно быть возле Спасителя. Можно быть возле Церкви. В команде Иисуса Христа даже был, да, этот человек. Но он, он, к сожалению, вот видел глаз да зуб не имет. Знаете ли, вот рядом, совсем рядом, близко, вот рассуждая об Иуде и о многих других христианах и нехристианах. Знаете ли, вот о сегодняшнем этом человеке, что он мне запахнет в сердце, я о нем помолился и благословил его уже сегодня. Но вот там наркомане, которого утром встретил сегодня в центре Твери. Но знаете ли, что, рассуждая об этом всем, я вспоминаю одну историю. Ее опубликовали еще в «Колсомольской правде», еще в 89-е или 90-е годы, не помню точно. В конце как раз газеты были заметки такие. И эта заметка, она запомнилась мне. Я ей часто привел, даже к примеру, себя в церкви. Там рассказ был об одном человеке, который замерз в цехе, в холодильнике большом. И трагедия была в том, что это был первый его рабочий день. И выяснилось, что с ним никакой инструкции не провели вообще. Он подписался, там в технике безопасности. Но сказали, ну научишься всему на ходу. Но не научился, он погиб первый же день. И по глупости, да, но он погиб. Получилось так, что люди ушли, цех был закрыт, и он остался один там. И получилось так, что долго надо было ждать, пока этот холодильник огромный откроет. И этот молодой человек, он замерз. Насмерть замерз. То есть, когда пришли люди, уже была ледышка. Но самая трагедия была в чем? Там журналист писал, что самая трагедия в том, что он замерз прямо возле вот этого механизма, как назвать его, не знаю, экстренного размораживания. То есть, если бы он знал, если бы с ним поговорили накануне, так, и он бы знал бы все, он мог бы быть спасен. Может, продукты питания какие-то бы погибли бы, но его душа была бы спасена. Он погиб недалеко от того места, где можно было бы быстро произвести размораживание, и он был бы спасен. Но он не знал этого. И, знаете ли, от незнания такого погибают многие люди. Духовно погибают в этом городе, позвольте, и сегодня некоторые граждане идут в ад. И вчера некоторые, которые попали в ад, преисподнюют вечные места, вечного страдания. И это ужасно. Но не потому, что они были, как мне вот этот сегодня наркоман сказал, ну, тоже согрешал и согрешают, и грехи. Я говорю, не поэтому люди идут в ад. Я ему пытался объяснить, что не потому, что согрешат, мы все грешники, но есть выход. Призывать имя Господа Иисуса Христа, влюбиться в Него просто-просто. Его любовь творит через сам. Кто любит Господа Иисуса Христа, он еще находится под проклятием, анафемой. И Его любовь, она нас спасает. Она нас вытягивает из ада. Это удивительно. И знаете ли что, друзья мои, конечно, хочется, чтобы и в этом городе, в Твери, и в других городах, в Солах, чтобы как можно меньше людей шло в ад. Хочется, чтобы как можно больше людей осознало именно свою греховность. И что Бог таки есть на белом свете. Он существует, и тем, кто ищет Его, тем, кто любит Его, Он воздает столицу, Он благословляет, знает ли, и спасает вечности. И призвать имя Иисуса важно для всех нас. И не просто осознать, что Иисус, Он был распят за всех, но лично за тебя и за меня. Осознание того, что Он умер лично за меня, за мои грехи, за меня, вот такого обычного человека, это меня изменяет вообще. Эта любовь меня возвышает, меня спасает из ада. Она поднимает из любой трясины. Это осознание. В Варшаве, я проповедовал там, в Варшаве, в Польше, и там один из служителей, он бывший бомж. Его знали на вокзале в Варшавском очень многие люди. Он жил там не один, не два года. Его знали там все, и полиция, и люди знали этого варшавского бомжа. И знаете ли, однажды подошли к нему люди, христиане, евангельские христиане, там, с церкви шпыглец от пастранжия. Они подошли и благовестовали ему, и говорили ему, что ты бомж, да, ты его никто, но есть тот, кто любит тебя. И в глазах кого? Ты великий. Ты особенный. Ты другой человек. И знаете ли, что эта любовь, он так открылся для этой любви, что эта любовь сделала из бомжа, сделала служителя. Сегодня он служит другим людям, сегодня он служитель, обеспеченный человек, построивший бизнес небольшой свой. Это удивительно. Для человека, который привык о пальце пальца ничего не делать много лет, это вообще, это просто революция. Это великая перемена в сознании. А покаяние, метаноия, греческое слово метаноия, которое переведено как покаяние в русской Библии, оно переводится буквально как изменение сознания, перемена мышления. А что служит началом этой перемены? Именно осознание, что есть кто-то, кто любит меня. Осознание того, что есть кто-то, кто ждет меня. Кто видит меня совершенно по-другому, не так, как видят меня другие люди вокруг меня. Или привыкли видеть, или я сам привык себя осмотреть. А тот, кто меня оценил очень высоко, эта любовь изменяет. Когда мы любим друг друга, когда есть тот, кто любит тебя, даже в земной жизни, да? Это меняет тебя в лучшую сторону. Любой человек, любая женщина, любой мужчина изменяются, если есть тот, кто любит его. Я изменяюсь, потому что есть жена, которая любит меня. Моя жена меняется, потому что есть тот, я, который люблю ее. И дети меняются, когда они знают, что есть родители, которые любят их. И это великая сила, величайшая сила. И если мы знаем, что есть Бог, который любит нас, который отдал Сына Своего за нас, это меняет нас кардинально вообще. Слава Иисусу Христу, друзья мои. И важно с этой веры, именно вот в этой вере, в этой вере, в уверенности в том, что есть Бог, который любит меня, который отдал Сына Своего за меня, просто сказать, Бог, прости меня, пожалуйста, от всего сердца. И эта молитва, она собранит небеса. Она совершит чудо. Давайте помолимся, друзья, давайте обратимся к Богу. И я попрошу сейчас совершить молитву, особенно тех, кто еще не примирился с Ним, с Богом, но хотел бы сейчас примириться с Ним. Давайте встанем, пособленные. Встанем на эту минуту молитвы. Торжественную, важную минуту молитвы. И для наших зрителей особо скажу, сейчас пришло время вашей молитвы. И те, кто в зале. Если есть в зале те, кто сегодня осознают свою греховность, и что есть Бог, который любит их. И если вы не знаете, куда вы идете, в рай или ад после смерти, то, скорее всего, идете в ад. И хочу, чтобы вышли в рай, в Царство Божье. И тот человек, наркован, сказал, что я бы плохого мало сделал, больше все-таки хорошего, так он посчитал сегодня. Но я попытался его убедить в том, что он говорит Божье Слово. Что не потому, что больше того или больше того, мы спасемся. А потому, что есть Бог, который простил нас по кресте Иисусе. Прощает, исцеляет, освобождает. Есть Иисус Христос на свете, который сегодня тот же самый. И если вы хотите сейчас приныриться с Богом, или, может быть, вы уже принырялись с Ним, но отступили, всякое бывает. Знаете ли, не то страшно, что человек падает. И я падал. Но я вставал. Я встаю. Не валяюсь. Потому что, когда мы возрождены, то нам не свойственно. Мы не свиньи, мы христиане. Мы были такими, да. Библия сравнивает неверующих со свиньями, да. Горькая правда. И свинья наваляется в грязи, и ей кажется, что это нормально. Даже ее на выставку помоют, ее выкладят, ее все поставят, медаль на нее навешивают. Все. Но если дать ей свободу, она найдет на всей территории, допустим, этой лишь одну лужу, а она туда вплюхнется. Это ее стихия. Ее хлебом не кормят, да, и где-то там в грязи повалятся. Вот такова сущность невозрожденного человека. Но возрожденность попадает в лужу. Он понимает, это не его. У него теперь не то, что там костюм за 2-3 тысячи долларов. У него сейчас одежда другая вообще, Христова. Он понимает, что это не его сердцевина. Он не хрюкает теперь в луже. Он просто в обиду говорит, Бог, прости меня. Однажды один брат оказался возле свиного корыта. Он оказался возле самым низким человеком. А в него ноги вытирали уже. Его за человека не считали. Свиней кормили лучше, чем его самого. В него относились хуже всех. Но он осознал, что есть отец, который любит его, который ждет его. И он даже не достойный его, но он пришел к нему. Потому что даже твои рабочие, твои работники живут лучше. И отец простил его. Поэтому, если ты, Павел, но сегодня пришел сюда, я призываю выйти сейчас сюда. И те, кто хотят помириться, выйдите сюда вперед, и мы помолимся во имя покаяния. Прямо сейчас, пожалуйста, не стесняйтесь, выйдите. Сделайте этот шаг. Почему? Потому что Иисус сказал, что кто приведет меня и исповедует. Не просто один на один перед Богом. Очень важно выйти, не постесняться. Выйти. И Иисуса Христа, не постеснявшись назвать его своим Господом, Богом, спасителем, целителем, освободителем. Если ты не имел этого переживания, выйди вперед. И нашим зрителям сейчас тоже говорю. Если вы каетесь у тебя в церкви, где вы находитесь, я не знаю, в офисе, в машине, дома, это хорошо. Но воспользуйтесь первой же возможностью прийти в церковь и выйти вперед и сказать, что Иисус Христос мой Господь, Бог и Спаситель теперь. Что я каюсь во всех грехах своих, и Он теперь мой целитель, мой освободитель. И ни в ком Он у меня нет спасения. Слава Богу. Пожалуйста, друзья, посмотрите на свое сердце сейчас. Спросите, не постесняйтесь, спросите вашего товарища справа, слева, сзади, спереди. Скажите, спасен ли ты? Или спасена ли ты? Если ваш сосед говорит, что он спасен, но если вы не знаете, особенно спросите его, почему он считает, что он спасен? На каком основании он считает, что он спасен? Почему? Почему? Если он говорит, не потому, что Иисус Христос его спас, а традиция, то он скажет, нужно выйти сюда к тебе, обязательно, сейчас. Или просто так думает человек, допустим, он думает, что надо спастись. Но спасение утопающих не дело рук самих утопающих. Это спасение, это дело рук нашего Господа. Он и Спаситель наш. Не постесняйтесь, друзья. Я думаю, что кроме вышедшего сюда... Есть еще, есть еще в зале те, кому нужно спастись. Я думаю, что не все еще здесь в зале, находящиеся, идут в рай. Не знаю, у меня четкое понимание есть, что есть несколько человек, по крайней мере, три человека, по крайней мере, в зале, которые реально, если сегодня умрут, у них не будет царства, у них будет арт. Вот, и, пожалуйста, не постесняйтесь, выйдите. Покаяние это не стыдно. Вот, надо переменять мышление свое, переступить через все. Каяться не стыдно. Просить прощения не стыдно. Это правильно, наоборот. Это в мире кажется стыдно. В миру говорят так, что это стыдно. По-христиански это не стыдно. Это правильно, наоборот, выйти и сказать, Бог, прости меня. Бог, прости меня. Сказать, Иисус Христос, Ты мой Спаситель. Перед всеми людьми. Сегодня много будет свидетелей того, что мы вышли. И Бог, когда мы походим вперед, Он дает нам силу. Он дает нам силу бороться с зверхом. Дает нам силу иного рода вообще. Если мы уже каялись, обратимся к Богу еще раз. И давайте мы вместе все присутствующие помолимся сейчас. И наши дорогие зрители, прямо сейчас молитесь возле экрана телевизора, возле компьютера. Молитесь сейчас, призывая имя Господа Иисуса Христа. Бог, я прошу Тебя за тех, кто вышел, кто не постеснялся великого имени Твоего Господь. Я прошу Тебя за тех, кто сказал, «Сейчас я выйду вперед и вышел». Бог, почти сегодня. Бог, коснись их сегодня. Боже, соверши сегодня чудо. И с нашими зрителями тоже соверши чудо. Бог, коснись их Духом Святым Своим. Боже, коснись. Боже, Ты облегчаешь о грехе. О, Боже. Но Ты, Господь, наешь откровение о великом правильности. О великом спасении через веру Господь. Боже, спасибо за жизнь. Вышедший вперед, дорогие зрители и всем присутствующим. Давайте скажем сейчас такие слова. Скажем не просто волшебные слова. Скажем святые слова. Скажем Богу от Своего сердца. Отец наш Небесный. Бог Святой. Во имя Иисуса. Я прихожу к Тебе. Я каюсь. Прости меня. Иисус Христос. Мой Спаситель. Мой Господь и Бог. И ни в ком ином. Для меня нет спасения. Только Ты. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Твоя любовь. Она спасла меня. Твоя любовь. Она спасает меня. Иисус Христос. Живи во мне. Царствуй во мне. Благодарю Тебя, мой Бог. Духом Святым Своим. Наполни меня. Очисти меня. Обнови меня. Дай силы. Дай силы конца. Соверши спасение. Во имя Иисуса. Аминь. Я попрошу пастора Шуру. Пастора Тараса. И может еще кто из пасторей пришел. Я не знаю. Я еще мало знаю творческих. Выйдите пожалуйста. Свой пастор. Служите в священник. В своей церкви. Выйдите вперед пожалуйста. Давайте помолимся за эти люди вышедшие вперед. И помолимся за наших зрителей. Также вместе сообщат. И Бог благословите вас. Во имя Иисуса Христа. Боже наш. Благослови Господь. Боже мы воздагаем в Твои руки. Господь. Боже по слову Твоему. Как священнослужители Боже. Как Веситария Твои Господь. Боже. Поздаем в Твои руки Боже. И просим Тебя. Аминь. На всех этих людей. Господь. А благодать Твоей Господь. Для этих людей. Боже коснись. И Боже. Во имя Иисуса Христа. Каждого из них. Коснись Господь. Утешь Господь. Своим Духом Святым Господь. Во имя Иисуса. Боже. Дай силу бороться с грехом, иди до конца, Господь. Примуй с ними, Господь, во имя Иисуса Христа. И благодать наших зрителей, дорогих братьев, наших сестер, молящихся возле экрана телевизора, возле компьютера Божия. Помоги им, Господь, дойти до конца. Помоги им, Господь, верить в Тебя, помоги им, Господь, читать Библию, изучать Слово Твое и быть Твоими учениками, Господь. Слава Тебе, Царь Вселенный. Благодать Твоя с нами, Господь. За все Тебя благодатью, Боже. Боже, отец, я прошу Тебя также за тех людей в этом городе, в великом древнем городе. Боже, кто еще не знает, как Боже, а так это очень много. Боже, прости, Боже, пожалуйста. Коснись их, Господь. Сегодня и в этом регионе, и в этом районе, Господь. Многие люди, те, которые думают, что это кинотеатр или это секта какая. Бог, поменяй мышление людей. Пожалуйста, Бог, пожалуйста. Коснись, Боже, дай покаяться, дай примириться с Тобой, Господь. Боже, смогущий. И в этом городе, Боже, пусть будет пробуждение, Господь, духовное. Покаяние людей, Господь. Богатых и бедных, Господь. Мужчин и женщин. Разных людей, Господь. Боже, пусть придет покаяние и примирение с Тобой, Господь. И преобразование через это покаяние этого города во имя Иисуса Христа. Царь Господь, Бог наш Иисус Христос. Господь, спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, Господь, за Твое присутствие здесь, за Твою благодать, Господь, сегодня, данную нам. Спасибо. Отец, я прошу Тебя, Господь, также, во имя Иисуса Христа, Боже, благослови нас, Господь, дальше. Прикоснуться сейчас к истории Твоей Церкви, научиться чему-то очень важному. И помоги нам, вооружившись знаниями, и Слово Твоего, вооружившись знаниями истории Церкви, помоги нам максимально эффективно поработать для Тебя на этой земле. Боже, Боже, смогущий, позволь нам, Господь, прославить Тебя. И пусть каждый из нас пишет в истории Твоей Церкви, в истории христианства, строки, которые Тебя у них не стыдно читать, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, благослови нас, христиан, целых здесь собравшихся. Благослови всех верующих. Благослови. И не только собравшихся нас здесь, но и всех верующих в этом городе, всех боящих себя Господь и любящих Тебя. Благослови, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Держитесь к Иисусу, Кресту, Господи, Бога Святого нашего мира. И Бог благословит нас. Возлюбленные. И как многие проповедники, Чарльз Перджин, другие известные проповедники в истории церкви, говорили о спасении очень много. Знаете, и один из этих проповедников, вот кого хочу вспомнить, выдающихся в истории церкви, был еще в глубокой древности, Ефрем Силин его звали. Ефрем Силин, он о покаянии много говорил, и однажды он такой пример привел. Он сказал людям, забравшимся, многие из которых не могли простить себя, он сказал так, представь себе, говорит друг, что у тебя на ладони горсть песка, а при тобой море. И вот ты бросаешь эту горсть песка в это море. И вот, говорит, что для моря эта горсть песка, вот только для милосердия Бога все твои грехи. Много милосердия Бога еще больше, чем это море, а твои грехи это меньше, чем эта горсть песка. Только не держи это, не убьет тебя. Бросит. Во времена, те древние, средневековые, не было гранатурочных, да, но те, кто уже в армии, знают, те, кто пользовался гранатой, в фильмах, мы это все видели, по крайней мере, однозначно. Когда готова уже граната, да, она может взорваться. Проходят секунда, два. Каждая секунда это отсчет жизни. Если ты не бросишь ее от себя, она взорвется, ничего от тебя не останется. Знаете ли, и есть разные гранаты, да, есть те, которые быстро взрываются, есть те, которые, вот, во время Второй мировой, да, наверное, по кинофильмам все это знают. Мой дедушка в этом рассказывал много раз тоже о немецких гранатах, о замедленном действии, которые успевали швырять туда и сюда, перед тем, как она взорвалась. Но были разные инциденты. Были такие вредители немецкой армии, которые работали в тылу на производстве военном, но делали такие хитрости, чтобы граната взорвалась сразу, после какого-то вырвали, и сразу что-то взорвалось. Потому что немецкие спасатели были обучены по-другому, что нужно еще подождать. Время еще есть, они думают, а, нормально, а время еще полно. Я еще успею швырнуть, мало ли, а вдруг тот коммунист возьмет и швырнет мне теперь в окоп. Но он не знал, что там работал фартизан этот производство. Он обманул гранату секунда-два, и гранца нет. В чем проблема? Вот мы не знаем, когда рванет, мы не знаем конца, мы не знаем сегодняшний день, кто из нас переживет. Но мы под Богом ходим. И скажу так, что мы прав, являющийся на малое время, фар, у Давида написано, являющийся на малое время, потом исчезающий. Но очень важно, в тот промежуток времени, в который Бог тебе поместил, сказать важные слова, самые главные слова в жизни. Бог, прости меня, пожалуйста, я люблю тебя. И очень важно, это спасение, приняв однажды, по вере в Иисуса Христа, совершить свою жизнь, дойти до конца. И мой отец, он был спортсменом, когда-то, пока здоровье не подорвал в большом спорте, он был марафонцем, и потом пошел на сверхмарафон на 100 километров, и потом подорвал свое здоровье, к сожалению, на этих дистанциях длинных. Но, знаете ли, что, когда, я еще помню, по детству, мы часто ездили с ним, он брал нас с собой в эти поездки, в Заволжье, куда-то еще, значит, на эти спортивные соревнования. И жили в гостиницах, там много всяких людей, эти спортсмены, некоторые были с семьей, другие были без семей. И, значит, мы часто вместе путешествовали, так вот, когда была возможность. Значит, и там на соревнованиях, на марафонском беге, допустим, они все, эти люди, уже зарегистрированы заранее. Они все получили номера. Они, даже я одета по-другому, их издалека видно. Это люди, которые собрались бежать за медаль, да, за победу, сражаться. И они выходят вперед на старт, потом марш, они бегут. И, знаете ли, что, важно, мы помним следующее, что мы не увенчаемся, если не загону подвязаемся. Мы не будем медалистами, не получим никакую награду, если мы выбежали на старт сами, по себе. Знаете ли, и побежали. Вот такой гражданин прилепился к этим бегущим и бежит. Не зарегистрировался, ему ни номерок не дали, его не учли вообще. Даже если он будет первым на финише, и больше всех будет бежать, и быстрее всех. И он ничего не получит, даже грамоту какую-то не получит. Он просто гражданин с улицы, которую взял и подвязался незаконно. Но есть те, это те христиане, которые пытаются своими делами добрыми, разными делами, религиозными, обрядными, традициями, характерными, хороохреждениями в церковь. Много даже добрых дел делать, пытаются спастись. Они никогда не уменьшаются. Если не будет у них первого переживания, номер один, самого важного, покаяния. Мы говорим, все каяемся, но без вот этого первого, вот самого главного покаяния, которое есть рождение свыше от Бога, нет смысла всего остального христианства. Напрасно. И каково потом всю вечность локти кусать? Была такая возможность. Столько много потрудился, и все, когда упад в хвост. Ничего не получишь. Ужасно. Но важно иметь это переживание. Бог-то видит всех. И тех, кто трудится, лишь бы трудиться. Разные с людьми. Но те, которые выбежали на старт, пришли на старт закона, те, которые учтены уже, да, они записаны в книгах этих, они, их имена записаны им, у них номерки есть, они бегут. Но не все они герои. Далеко не все. Есть те, которые сходят с дистанции. Вот был эпизод такой, когда мой отец, вот, мы были вместе, мы приехали переживать за нашего отца, и так получилось, он сошел с дистанции. Вот так получилось. Небольшая травма дала себе знать. Прежнее, которое уже, казалось бы, уже позволяло ему бежать, но примерно на земли дистанции она дала себе знать. Это прежняя травма, прежний этот вывих, и все. Он вынужден сошелся с дистанции, со связами. Больно было, тяжело отсюда, но он сошел с дистанции. Хотя, бежал по хорошим, как бы, результатам. Знаете ли, некоторые люди сходят с дистанции, но есть шанс в этом забеге жизни нашей, на этом поприще нашем христианском, прийти вновь, войти вновь на эту дистанцию. Наш тренер, Иисус Христос, он жив. Он может исцелить любую рану на трассе, которая возникла с тебя. Любую болезнь, которая прежняя вдруг всплыла, Бог может исцелить это все. Тут же, моментально, и снова тебя в строй поставить. Лишь бы ты не сдавался. Как в той татарской сказке, знаменитой, старой, древней, когда вам две мышки попали в Крымку с молоком, да? И одна лапка сплестила, ну, ладно, чему бывать, того не миновать. Видимо, судьба, на роду написано мне, в молоке запрепнулся, и пошла ко дну. Ухмыльнувшись над оптимизмом другой мышки. А та мышка, не будь дура, она лапками грибла со всей силы вообще. И взбила масло из молока, и молоко было, видимо, да, не из пальмового масла. Настоящее было молоко. Она взбила масло и спасла свою душу. И христианин не только лапки скрещивает и к одну идет. Это не христиане. Иуда не был по-настоящему христианином, по-настоящему верующим. Но христианин и верующий тот, по-настоящему кто осуществляет ожидаемое. Ожидаемое, уверен в невидимом. Тот, который движется, который не, знаете, как росомаха. Я был на Дальнем Востоке, был в Якутии, был в Дальнем Востоке, ездил часто одно время, был в музеях, видел эти чучела росомахи. И охотники уверяют, что это очень такое удивительное животное, да, его очень трудно поймать. И охотник, который убил росомаху, он как герой считается. Так вот, животное не сдается никогда. Когда в капкан она попадает, это росомаха, она себе лапу перегрызает. Она на трех конечностях уходит. Представьте себе, насколько у нее, она не сдается никогда вообще. Не сдается. Бьется до последнего, когда шансов никаких даже нет. Когда уже все, капкан поставил уже крест на ней, казалось бы, да, и суждено ей погибнуть в капкане. Она перегрызает свою лапу и идет дальше. На трех конечностях, но живая. Вот так вот. Христианин это больше, чем росомаха. Это намного сильнее, чем росомаха. Слава Богу, друзья мои. И, конечно, господа, к истории христианства, возвращаясь к этой теме, из истории можно много всего взять сейчас. И хорошего, и плохого, и смешного, и позорного. Как бы даже нельзя, с чего начинать, порой. Но начнем, наверное, с самого начала, попорядочу обзор такой истории церкви. После перерыва буду более детально говорить о ближайших к нам христианстве. А сейчас обзор древнего христианства. С чего все начиналось? Когда церковь началась? Мы точно не знаем. Никто не знает, я думаю, точный год начала истории христианства. Но примерно это 30-й год нашей эры. Примерно 30-й год. По новому, по нашему стилю, да. И мы почему говорим примерно? Потому что мы не знаем, когда даже Христос родился. Точный год мы не знаем рождения Христа. Не говоря уже про день и месяц Его рождения. Спешу немного разочаровать тех, кто любит Christmas time. Любит Рождество, калятки, и елки, хлопушки, Санта Клауса, Деда Мороза. И любовную своего снегурочку там или что-то еще. Ну, по мифологии имеют, если брать реальную мифологию. Насчет древней. Так вот, все это, вся там мишура религиозная и светская. Это все, как бы, ну, красиво, но не имеет реального смысла. Потому как, на самом деле, Рождество, Христа, хотя я люблю очень Christmas time, очень люблю время, это Рождество. Два раза полностью, ну, Christmas time, это время от дня благодарения до 25 декабря. Я был в Америке, как раз, в США два раза попадал. И оба раза был очень доволен, очень красиво. Вы знаете ли, это стоит посмотреть хотя бы раз в жизни, думаю. Значит, это очень красиво, очень зрелищно. И все-таки очень хорошо, что я это понимал и понимаю, что мы не знаем о рождении Христа, когда Он родился именно. Но все-таки прекрасно, когда раз в году, ну, целый месяц, значит, звучит везде, во всех магазинах, там, по разным каналам, телевидение, радио, песни о рождении Христа, об Иисусе Христе, это было здорово. Это было что-то есть красивое. Да я сам люблю песни украинские, допустим, вот эти народные проставляющие Иисуса Христа. Кто-то, может, слышал эти песни рождественские, калятки рождественские. Песня. Я пчел боги их пеленками, в боги мих повыся. И другие известные, тоже проставляющие рождественские, вот, тихо и ночь. Много тут есть прекрасных песен, есть. И я очень люблю эти песни. И, кстати, в Польше на Варшавском радио всю неделю я выступал, как раз предрождественскую неделю, так получилось. И, значит, по просьбам трудящихся в Сия Польше, значит, каждое свое выступление часовой я начинал с песни, рождественской песни. Но мой польский очень слабый, но я пел. И были очень довольны людям. И дальше, и дальше проставление Иисуса Христа идет на разных языках, на английском, на разных французском. Прекрасная песня Рождества Христа, но на армянском, кстати, не знаю еще. Очень красиво, допустим, я сам родом с Чапоксаром. Это средняя Волга. У вас она Волга вообще? Ну, и не Волга, как бы. Я не узнал, честно говоря, свою Волгу, родную Волгу. Я не знаю, ну, может, для вас это Волга, но для меня это еще не Волга. Вот, Волга, вот у нас в среднем по Волжье, там Волга такая, выйдешь, вот как бы, вот, и далеко не видать даже того берега фактически. Вот это Волга, понимаем. Не говоря уже про то, что ниже даже. Вот, но, знаете ли, ну, это тоже Волга, конечно, но меньше. Вот, но, как бы мы, скажу, возвращаясь к теме Рождества, последние годы, проповедуя в разных костелах, храмах, домах молитвы, разных местах общественных, на улице, в поездах, вот, ну, было очень много рождественских проповедей у меня. Даже в самолете один раз, под Рождество, как раз у меня была проповеда такая. Ну, тех, кто не хотел слушать, они могли покинуть борт. Таковык не нашлось. Ну, а иностранцы так поняли, что ты бачишь, что вам святой говорит, рассказывать. И о Рождестве, ну, я каждый раз проповедую, я говорю так, что мы не знаем дня, месяца, даже год, мы не знаем точно о рождении Христа, но мы знаем одно, христиане. Подлинно знаем, что Христос пришел в этот мир спасти нас. Он родился, чтобы нас спасти от арбы. И чтобы, я говорю, что смысл весь в том, вспоминание Рождества, о Рождестве, чтобы помолиться, чтобы Христос родился в нашем сердце. Чтобы Он жил в нас. Чтобы Он рос в нас и побеждал. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Иисус родился не в декабре, не в январе однозначно. Он родился, вероятнее всего, это было конец лета и начало сентября уже. Судя по библейским вычислениям, потому что, ну, это большая тема, я не буду сейчас ее касаться, но вычислять можно, значит, по Писанию. Есть некоторые вычисления, определенно есть вычисления астрономические. Иисус, вероятно, все родился в начале сентября, первого числа сентября. Вероятно, это было, как раз в мире, празднование, праздник, а труп. И косвенно об этом говорят в Евангелии, допустим, потому что животные были в полях в это время, вертепы были свободны. А вертепы, эти пещеры, эти законы для скота, они пустовали только лишь в летнее время и до середины или даже до конца могло быть сентября. Но не дальше, ни в коем разе, потому что животных загоняли уже туда, в эти помещения, в эти стоилы, в эти загоны, в эти пещеры. И там они находились все время. А рабочие, сезонные рабочие в Израиле нанимались и жили со стадами несколько месяцев, как раз именно в летнее время, по нашему июнь, июль, август и сентябрь. Вот это время, как раз когда сезонные рабочие, эти евреи, жили с животными прямо в полях, находясь там все время. И написано, что именно как раз так и произошло. Ангелы явились пастухам, те прибежали и увидели знамение. Знамение, притом удивительное, да? Младенца в пеленах лежащего. Ну скажите, ну и что? Всех же пеленают, да? Всех пеленают младенцев. Ну так в Ифлиеме это было знамением точно. Это все равно, что как бы Иисус, допустим, он говорил, помните какое знамение? Ученикам. Они говорят, где нам Пасху приготовить? А Иисус им говорит, вы пойдете сейчас в город и увидите человека, мужчину, который несет воду, несет воду на себе. Вот вам будет знамение. Невероятное знамение. В то время мужчину найти, несущего воду, это было... Ну, Якубовича на лыжах в лифте встретить проще, чем мужика в Израиле, несущего воду. Знаете, даже если у него нет своей жены, потерял на жену, допустим, да, значит, да, умерла, он нанимает соседку, кого угодно, но это считалось, ну, как бы, ниже достоинства. Это считалось не мужской профессией, это, ну, все, что ему одеть платье женское, допустим, да, это было, как бы, совершенно вне культуры. И поэтому для учеников они шли и хотели увидеть это знамение. И точно, идет мужик, несет воду, не может быть. И они к нему пойдут, они поверили, поэтому говорят, мужчина, а где приготовить там пасху? Идите, все приготовлено уже. Да ты че? Ты и воду наскаешь, и пасху готовишь вообще. Вот это да. О нем ничего не написано, но мы понимаем, что, вероятнее всего, это был один из тогдашних сектантов. Ну, в хорошем смысле этого слова тогда. Тогда секта означала школу, направление, учение. Так вот, и какое же знамение было в том, что младенца в пеленах лежащего? Мол, во ли, всех пеленают. Так, под Вифлеевом, как раз вот эти вертепы, во время, когда скота там не было, там лежали только одни, одного года пелены. Погребальные пелены. Других пелен там не было. И свернуть младенца в погребальную пелену было, ну, как-то, жутковатой картиной. Но мама Иисусова не была суеверной. Мария не была суеверной. И из того, что было, она спеленала младенца этими погребальными пеленами. То есть, это не то, что там с трупа, нет, нет. Это были нормальные, это чистые, это был чистый материал, все. Но его там складывали как раз под Вифлеемом в эти пещеры и хранили все летнее время и развешивали. Значит, именно, чтобы впоследствии продавать или же там дарить, ну, в основном продавать. На погребальные цели. Значит, эти пелены, их было там более чем достаточно. И раз такой случай произошел, что пришлось сражать там, в этом месте, то по всей родности хозяева им предложили взять и эти материи использовать также. Но это было знаком для них. А другой знак, представьте себе, приходят эти мудрецы, волхвы, да, и дарят что? Смирну. Золото, ладан, там, и смирно. А смирно для погребания. То есть, первое, что нужно, пелена, а второе, смирно нужна. Два состава для трупа. Значит, и Иисусу, он только родился, а его уже хоронят. Выставляете? Он только родился, а ему уже предрекают страшную судьбу. Вообще, Рождество, это не только красивая тема, это немного и страшная тема. Представьте, если вы родили ребенка, да, и вам прямо в роддоме говорит врач, извините, но ваш ребенок, у него судьба вообще, не позавидуешь вообще, врагу не пожелаешь. Я думаю, там, ну, бывают такие случаи, да? Я чего далеко ходить не буду, никого обижать, такими примерами. Я расскажу примеры своей жизни. У меня есть пример из нашей семьи. Когда родился один наш ребенок, у нас шестеро детей. Три мальчика, три девочки. У нас, мы родили шестеро. Три мальчика, три девочки. И когда вторая наша девочка рождалась, то было очень, ну, для нас с женой большое испытание, веры было. Испытание, искушение, даже скажу так. Она родилась у нас с врожденным дефектом, значит, физическим. Отсутствие ключиц и отсутствие вот этих вот косточек, не только ключиц. То есть, врачи посмотрели, когда осмотрели девочку, врачи сказали страшную нам такую, как бы, новость, что девочка эта наша не сможет вообще никогда руки поднимать. Значит, то есть, вообще, даже вот на такой уровень не сможет поднять их. Они будут всегда, всю жизнь у нее как плети две висеть. Максимально, что можно расшевелить, если будем заниматься ребенком, расшевелить и до уровня небольшого движения рук можно сделать. Но не дальше. Инвалидность. И, в общем-то, даже, ну, супруг плакал очень, конечно, я пришел, тоже переживал. И, ну, как бы, не утешительные были диагнозы. Посмотрел другой врач. Тот еще лучше сказал историю. Этот врач был доктор наук медицинских. И он посмотрел и говорит, что, ну, я пришел в рясь сразу со служением, прям, батюшка, извините, но для вас очень печальная такая новость, что ребенок вот в таком... И шансов нету, потому что, значит, просто отсутствуют некоторые косточки и некоторые элементы, вот, строения тела здесь. Ужасная история. И, а мне как раз получилось так, я пришел со служения, и мне как раз идти на занятия. На занятия в Библейский институт, тогда, в Исуснаве, тогда Стоу Мира называлось церковь, и пастор Сандейда Ладжи. И Библейский институт проводил занятия, большие занятия. Студентов было гораздо больше, чем вас, сейчас, не забравшихся. В зале было больше 500 человек. Плюс сидячие места все заняты, плюс еще в пароходах стояли стульчики. И людей было много, студентов и слушателей. Значит, и я пришел, ну, вы понимаете, мое состояние, я, а мне надо было как раз начинать тему, историю христианства. Я не мог начинать ее. Я чувствую, что, ну, просто нет сил об этом сейчас говорить, у меня другая проблема сейчас. И, а там, как раз, так получилось, было много бывших наркоманов, тунеядцев, алкогольников, проституток, там, то есть, вообще, как бы, порядочно грешников прежних раз-два обчелся. Там чуть не ползала было студентов с наколками всякими, значит, знаете ли, таким. У некоторых лица были такие, что, как бы, ну, в целом переулке встретить не хотелось бы. Знаете ли, то есть, печать еще прежней жизни, она была видна вовсю. Но это были уже, конечно, верующие люди. Многие из них испытали такие уже, ну, чудеса в своей жизни. Ну, как бы, ну, я смотрел на этих людей, и я не мог им ничего говорить вообще. Я просто сказал так, что, говорю, братья, сестры, я говорю, извините, но я не могу, вот, честно признался просто, не могу приступать к занятиям по таким вот причинам. И рассказал им всю эту историю, что было прямо сейчас, вот, значит, так, в больнице. Вот, и я сказал, что попросил этих людей, давайте мы вместе помолимся, говорю. А меня, знаете, что зацепило, пока вот даже шел, а там получилось так, что вот этот роддом и больница не так далеко было. После той же станции метро, только через метро пройти. То есть, ну, пешком там, может быть, минут 25, я не знаю, что там пройти. И я шел пешком просто, просто, ну, как бы, походить, подумать, побыть одному с Богом. И знаете ли, и меня пока шел туда, в институт, знаете, что угнетало как-то, что слова врача, последние особенно, что он не сможет никогда поднимать руки. А для меня поднимать руки, конечно, к Богу поднимать руки. Не просто кашу варить даже, а вот к Богу поднять руки. И как-то так, думаю, надо же, вот дьявол как-то попытался нам, вот, испортить жизнь, так вот. И думаю, надо же, как-то ему удалось это все. Вот что, как бы, дитё наше не сможет поднимать руки к Богу. Как-то, ну, не укладываясь у меня в голове, как это может быть вообще? Не сможет поднимать руки к Богу. И я рассказал всю историю, и мы стали молиться. Удивительная история. Было чудо. Сегодня девочка развивается хорошо. Даже посвящает атлетику. У неё всё восстановилось. Это невероятно, но она развивается замечательно. Если вы увидите её, вы не поверите, что она родилась с таким отсутствием, враждовым отсутствием многих там этих костей и элементов. Вообще, удивительная история. Кому скажешь, не поверят, если неверующие. А врачи, которые были свидетелем этого чуда, они были, ну, не то, что неверующими, но, как бы, традиционными, будем так говорить, да, православными. Для них это было шоком просто. Но после этого чуда мне позволяли даже в реанимацию приходить детскую, никого не пускали туда. Мне позволяли ходить и молиться за людей. Даже когда приходил врач, она говорила, батюшка, вы сейчас свободны, пройдите, пожалуйста, никого не пускать туда. Меня пускали туда, и, значит, я ходил и молился за детишек там разных. А какое было чудо? То есть, они сами увидели это чудо. Когда я прихожу, значит, после того, так, на другой день, утром прихожу, меня встречают с таким известием. Оказывается, значит, и жена потом рассказывала со своей стороны эту историю. Она слышала крик, она слышала что-то, что суетятся там, возле детей, детям туда, в сторону детей. Оказалось, там кто санитарка или кто-нибудь сестра, которая расплелена нового ребенка. И она знала, что ребенок с такими сложными такими, да, диагнозами. Ребенок, наша Танечка. Когда она перебила, обе ручки поднялась вверх. И затягивалась. Эта медсестра, санитарка, она просто скричала, она испугалась и быстро позвала врача. Потому что невероятно. Обе ручки и тянутся, и держат их. Думаю, чтобы она не перестала, чтобы врач увидел. Врач побежала, быстро говорит, что случилось. И видела, ребенок держала ручки, Танечка держала ручки до последнего, пока врач не посмотрел. Что? Ее так за ручки маленько потянули, значит, она держала ручки. Потом в течение дня, несколько раз она поднимала, потом другую, то вместе ручки поднимала. Короче, к концу дня врач сказал, что это невероятно, но факт. Ваш ребенок, мы не знаем, что там дальше, но она может поднимать руки и в сторону, и вверх-вниз поднимает, сама опускает руки без посторонней помощи. Вот. И это было начало великого чуда для нашей семьи. И скажу, что для Бога нет ничего невозможного. Друзья мои, и потом уже печаль в радость обратилась, знаете ли, и врач попытался испортить там жизнь, но у нее не получилось. Знаете ли, это была, ну, не половник дегтя, ну, ложка дегтя была, но не половник. Дальше Бог не позволил, значит, прийти врачу дальше, в жизнь нашу. И было чудо, и я студентам рассказывал об этом чуде, вот, и делился, я рассказывал, что вот Бог совершил чудо на наших глазах. Слава Иисусу Христу! Друзья мои, братья и сестры, конечно, возвращаясь к теме истории церкви, вернемся, я много примеров могу приводить, это очень мне нравится, я вижу, вы как люди верующие понимаете, все, адекватно реагируете, и это хорошо. Но те из вас, что, может быть, присутствуют здесь, или наши зрители, кто говорят, ну, у батюшка, батюшка это возможно, у батюшка это может быть. У нас, вообще-то, шестеро детей, и когда мы поженились, нам говорили, что детей у нас не будет вообще. Представляете? И говорили это не раз, говорили это по Москве, в Станши-Агорске, откуда моя супруга родом, ваше же направление, Калининское, ваше электричке Калининское, часто туда ездил сюда, ну, туда, до Подсолнечной. Значит, и оттуда моя супруга, значит, и, понимаете ли, там врач был хороший, еврей, хороший гинеколог, всю жизнь практикующий врач, это говорили, другие врачи говорили, потом в Рязани, нам говорили то же самое, в Рязани я уже был священником, уже служил на приходе своем, это было в 91-м году, меня уже положили священники, и я служил там на приходе. И нам лишь одно могли посоветовать врачи. Ну, вы молодые еще поживите, а потом можете усыновить, кого тут училить, значит, матка не развита у супруги, и вообще многие органы не развиты были. Знаете, чтобы он совершил чудо? Во время первой беременности, когда ставилось на учет, там разводили руки врачи, и, ну, лично я писал несколько расписок, допустим, что, не имея претензий к врачам, они наставили на аборте, на прерывание беременности, матка никак не развита, ребенок слабо развивается. Но по мере развития ребенка развивалась и матка, и получилось так, что Бог совершил чудо. У нас родилась девочка, мы назвали ее Анастасия, Анастасиус Воскресенье, значит, и это было для нашей жизни чудо на самом деле. Потом рождались другие наши дети, и когда с третьим ребенком научился, то были уже другие врачи в другом городе, но она спросила врач, где работает муж, батюшка, священник. Она говорит, а, ну у вас это может быть. Вообще-то она полистала, значит, ну, как бы историю болезни, все, книжечка себе полистала, говорит, ну, невероятно, не может быть, третья беременность, значит, невозможно вообще. У вас было двое родов, значит, две беременности, двое родов были, теперь третья беременность, ну, это не может быть, видимо, ошибки, на ошибке, видимо, здесь. Невероятно. Вот, значит, но, а потом, когда узнал, что батюшка, а, батюшка все может, боже, все. То, что обычно в людьми получается, батюшка все получается. Но батюшки тоже плачут. Вот, и, знаете ли, я знаю много грешников, которые в рясы с крестами по ноге и на груди, значит, и рясы не спасают. Великий украинский реформатор Григорий Савич Сковорода об этом говорил очень красиво. У него есть одно из стихотворений, он пишет там, по-русски звучит так мысливо, «О ряса, как мало кого-то сделало святым, но как много святых ты сделала не святыми». Значит, а, знаете ли, это человек, который всю жизнь посвятил проповеди Слова Божьего, просвещение народа. Знаете ли, проживая в Харькове на Холодной горе последние годы своей жизни, он получал письма из Петербурга, столицы. Императрица приглашала его во дворец, приглашала последние годы жизни уже престарелого человека прожить, как сын Масли, как говорится, креста за пазухой. Знаете ли, он вежливо отклонил предложение императрицы, сказал, что ему на старость лет менять режим, рацион, как бы, ни к чему. Ну, он вежливо попростил. Как вот Платон, вернее, кто там в бочке жил, Диоген, да, попросил Македонского, «Отойди, пожалуйста, император, ты солнце загораживаешь». Простая просьба, но исполнимая. Значит, императрица подумала, что, значит, Сковорода, он такой философ, который хочет умереть верным своим призванием. Хорошо. Но потом было другое письмо из города Киева, из Лавры Великой, Киево-Печерской. Ему предлагали стать священнослужителем, и монахи написали очень такие дифирамбы, такие ему. Вот, Григорий Савич, будете с толпом веры, значит, в Лавре Великой. Но Григорий Савич, знаете ли, скажу так, на язык был вастер. Значит, и он там такой дал ответ. По-русски звучит так мысль. Довольно вазвы от столпов окаянных в этой Вавилонии Великой. Ой-ой-ой, правду матку резал человек, знаю тебя. Но я скажу, что очень важно понять, что не ряса спасает, не что-то еще, не положение, не проживание, не страна проживает, не что-то еще. Христос нас спасает. Христос, Он спаситель. Бог, Он великий. И если мы будем доверять Ему, но нет ничего невозможного для того, кто доверяет Ему. Мы доверяем Богу. Знаете ли, один человек говорил, что он покаялся в советское время еще, лишь читая вот эту надпись на долларе. У фарцовщиков просто обменяв доллары. Значит, и тогда нельзя было менять, значит, он так поменял там, и что-то прикупил себе, значит, купил чеки, доллары купил себе. И, значит, это было еще до Олимпиады, 80-го года, если не ошибаюсь, 70-го года было еще. И он покаялся, читая на долларе, он знал английский неплохо. И он говорит, надо же, есть такой народ, есть такая страна, где даже на деньгах написано, что мы доверяем Богу. У нас-то говорилось, что Бога нет, не было и не надо, как бы. А там, что есть Бог в таких все-таки. Ведь не может целая страна ошибаться, что Бога нет вообще. У нас говорят, что Бога нет. Но трудно поверить, что Бога не существует. Все равно даже те, кто говорит, что Бога нет, но, знаете ли, как вот говорили некоторые поэты, писатели, в окопах нет атеистов. Вот это, в Украине говорят так, як тревога, так до Бога. Когда проблема, человек, он, знаете ли, с него вся шелуха атеизма смодает вообще. И Бог таки есть. Бог существует. Друзья мои, жив Бог. Аминь. И, как вы говорили, не когда-нибудь, а вот сейчас он жив. Аминь. И, друзья мои, возлюбленные братья и сестры, из истории церкви, примерно 30-й год можно написать, началом истории христианства, началом истории церкви. Примерно 30-й год нашей эры. Удивительная история. Косвенно об этом же говорят и писания другие, не христианские. Исторические писания. А именно, книга Талмуд, где много исторических фактов содержится из истории человечества. Так вот, из истории еврейского народа, в первую очередь. Так вот, и в Талмуде говорится в разделе Йома, раздел Талмуда, который рассказывает нам о празднестве Йомки-Пур. О том дне, дня искупления, празднике искупления, когда первосвященник раз в году заходил во святой святых, Кадош Кадошем, Иерусалимского храма. Помните все, да? Кто читает Библию, те знают, о чем я говорю. Кто не читает, пожалуйста, куда слушайтесь, прочесть это в Писании. И первосвященник, великий священник, он заходил во святой святых за завесу, и он совершал обряд, обредленный обряд. Это было окропление кровью ритуально обескровленного животного. Это был козленок, кстати, у вас козел, да? Был на гербе. Когда-то, значит, мне объяснили, что, значит, и козлами называют. Два, да? Но теперь вы не козлы, все. Слава Богу, козлы не мы, мы не козлы. Мы новое творение во Христе Иисусе. И, так вот, так вот, и был ритуальный козленок. Его батюшки обескравливали, еврейские. Значит, всю кровь собирали в посудину, специальную такую, золотую. И именно эту кровь ритуально обескровленного козленка первосвященник заносил во святой святых храма Иерусалимского раз в году. И священники наблюдали, примет ли Бог жертву или не примет эту жертву. И у них были разные методики проверок. И в Талмуде и в других писаниях рассказывается, исторических, что священники еврейские брали, в частности, белоснежные нити, лоскуты, белоснежной материи, пропитывали этой кровью, перед тем, как первосвященник вносил ее во святой святых, и привешивали в храме. И наблюдали за этими нитями и за этими лоскутами, пропитанными кровью. Если они чудесным образом во время этого дня служения становились белоснежными, они говорили, что Бог простил свой народ. Если они оставались кровавыми, они говорили, что Бог не простил свой народ. И, кстати, в армянском народе, в очной тени, есть традиции очень похожие. Они, ну, не смотрят, выбираются, не выбираются, но обряд совершает подобный, значит, отрезая ухо животного им, совершая окропление кровью. Но мы не нуждаемся сегодня в окроплении кровью физически, потому что есть кровь Иисуса Христа, которая была пролита за всех нас. За всех нас, за каждого из нас, за всех нас, армян, русских, украинцев, белорусов, разных-разных людей. Кровь Иисуса Христа, омывающая нас от всякого греха. Аминь. Друзья, и вот, но тогда, когда храм еще существовал, а храм был, когда разрушен, кто помнит? 70-й год, запомним, 70-й. 70-й год нашей веры, храм был разрушен. Так вот, когда храм еще существовал, то это все совершалось. И в разделе Йома рассказывается, что последних 40 лет никогда эти нити, никогда эти лоскуты не становились белоснежными, оставались кровавыми. 70-й год, отнимаем 40 лет, получаем 30-й год нашей эры. Кстати, косвенное подтверждение правдивости Евангелия и личности Иисуса как Маширха, как Христа, в писаниях явно не христианских. Толмуд меньше всего заинтересован в распространении христианства. Но мессианские раввины насчитывают до сотни косвенных подтверждений правдивости личности Иишуа, как Маширха, и Иисуса, как Христа. И правдивости Евангелий, и послания Нового Завета. В Толмуднических писаниях. Позвольте, это удивительно. Значит, так вот, но самые потрясающие из них содержатся в разделе Йома, в празднике Йом-Кипур. 40 лет последних никогда не принимала жертвы на Йом-Кипур, Всевышний Богом, в храме Иерусалимском. Кстати, за основу этой традиции еврейские священники брали местописание из раннего Исаии, где говорилось, что если грехи ваши будут как багряные, как волну пью. В еврейском тексте мы читаем на переводе на русский язык. В буквальном оригинальном тексте говорится, что если грехи ваши будут как окровавленная тряпка, или пропитанной кровью тряпкой. И поэтому священники так и делали. Брали лоскуты и пропитывали кровью, читая это местописание и вывешивая, привешивая храмы. И, если точнее даже быть, в разделе Йома говорится так, цитирую почти дословно, в переводе на русский язык звучит так, что 40 лет во времена некого Шимона Цадика, то есть праведника Симона, 40 лет подряд принималась жертва на Йом-Кипур. И нити остановились лоскуты, белоснежные остановились. Потом 40 лет было, неопределенности. Написано, временами да, временами нет. Временами принималась, временами не принималась. А дальше говорится, но последних 40 лет никогда не принималась жертва на Йом-Кипур. Всегда кровавая оставалась кровавой. Кстати, в Талмуде же и в других некоторых исторических писаниях еврейского народа есть потрясающее свидетельство. Когда я проповедую в мессианских синагогах, общинах, я это рассказываю так же. И когда проповедую религиозным иудеям, я это рассказываю. Но не с целью в грязь втоптать, а с целью помочь прийти к Иисусу, к Иешуа, как реальному спасителю, Господу своему. Потому что Иисус Христос есть свет просвещения всех народов и слава народу своего Израиля. Первая часть прощества уже практически исполнилась. Близится исполнение второй части этого прощества. Он есть слава народу своего Израиля. Сегодня от океана до океана, по всей вселенной, по всем континентам и странам, где только читается Библия, а Библия читается почти по всей нашей планете, везде прославляется Иисус Христос. И везде прославятся евреи. Везде прославится Израиль. Это будет сто процентов. Потому что он есть слава народу своего Израиля. И я даже священникам многим, антисемитам, говорю так, моим вчерашним коллегам, друзьям порой, я говорю так, что даже если бы в еврейском народе не было бы ни одного порядочного человека за всю историю существования, от Иврама до наших дней, ни одного порядочного человека, кроме одного спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, даже ради одного Иисуса я бы любил бы и уважал бы всех евреев. Каких были и есть и будут. Ради одного Иисуса Христа. Я б русские выучил только за то. Сегодня иврит я бы выучил только лишь за то, что им говорит сам Иисус Христос. Удивительно. Я не знаю иврита библейского, но изучаю технологию библейскую. Мне очень интересно, что же говорил Иисус. Любой перевод, это есть перевод, но интересно знать вот эту глубину. Знаете ли, удивительно. Некоторые слова иврита, вот того библейского иврита, они на современном русском языке означают по 20-30 значений одновременно. А бывают слова, как шалом, допустим, другие некоторые слова, означают до 70, имеют до 70 значений. То есть вместо одного предложения нужно порой писать десятки предложений на современном русском языке, чтобы понять всю глубину того, что Бог говорил через пророков своих. Раньше люди меньше говорили, но больше вы докладывали смысла вообще. Да, друзья мои. И еще что скажу. Дело в том, что в Алмуде говорится, что последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, были знамения некоторые, очень страшные знамения. Храмовые ворота, они сами собой распахивались во время служения, 40 лет подряд. Обратите ваше внимание. Минора, храмовый смеслежник. У вас здесь нет миноры, нет смеслежника. У нас в служении используется. Вообще в православии очень много взято было с иудаизма в свое время. Семинарские учебники по литургике утверждают, что само служение, сама лимонгия была взята с синагогального служения еврейского, частично, а частично с храмового служения Ветхого Завета. То есть очень много в нас с еврейского и в наших традициях. Когда, к примеру, я впервые посетил синагогию служения или другую еврейскую традиционную, я узнал очень многие вещи. Для меня, как для священнослужителей православного, было очень много узнаваемых моментов. И вынос торжественные торы, очень красиво, и прикосновение к торе, и преклонение, и чтение торжественное посреди синагоги. И я узнавал многие элементы своего служения, к которым я привык уже с раннего возраста, и в котором находился и нахожусь. Но знаете ли что? Интересно, что как и в традиционном иудаизме, вот в традиционном христианстве, в православии в частности, вот такое же упертое отношение к Слову Божьему. Внешнее почтение очень сильное, внутреннее отражение этого слова. Это страшный конфликт, страшнейший конфликт, друзья мои. И очень важно сегодня не только внешне почтить Слово Божье, не то что торжественно вынести его, Евангелие, а чтить это Слово исполнением этого слова. Слышая это Слово и исполняя его в своей жизни. Это очень важно. Потому что вот в православии такой большой минус есть. Внешне очень сильное почтение к Слову Божьему, к Библии. Меня, допустим, как вот тогда традиционного священника православного, в 96-м, только познакомившегося с протестантами, раздражало, допустим, что я видел запись одного проповедника, который Библию нес под мышкой. Думаю, какой кошмар. Для меня уже была перечеркнута, сразу все пробуются в дальнейшем. Одним этим движением. Как это под мышкой можно унести вот так вот еще, значит, лихо Библию? Это ж не так делается, я ж знаю, я ж профессионал. Я ж знаю, надо взять торжественность, вынести там. Ну, премудрость проспектам, услышал святого Евангелия, там, и что-то спеет, допустим, прочитает, там, распев. Так, 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 сейчас найду что-нибудь, ну, прочту. Угадайте. Мелодию. Красиво, но то же самое, только нормально. И сказали ему, скажи нам, какой власть ты это делаешь, или кто-то власть сию. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанна вас с небес было или от человеков. Аминь. С небес. Знаете, друзья, можно красиво петь, но можно торжественно выносить, можно в золото это слово, значит, обложить золотом, камнями, но не жить этим словом. Аминь. И это будет золотой клеткой для Слова Божьего. Слово Божье, это то, что внутри нас должно быть. Аминь. И, друзья мои, братья и сестры, конечно, хочется, чтобы реформация пришла сегодня по всей Агусте, и чтобы в храмах наших, красивых храмах, чтобы звучало Слово Божье. Никто говорит, ну, так звучит. Так и так звучит. Знаете, не так, как надо. Все не так, как надо. Надо ведь, чтобы люди, даже простой человек, пришедший первый раз на служение, чтобы ему сказал, аминь. Да, правда, в этом что-то не есть вообще. Это надо, не стоит задуматься вообще. И это следует исполнить таки. Слава Богу. И у меня есть мечта. У меня есть мечта. Это как буквально, как Мартин Бютеркинг, да? У меня есть мечта. У него есть прекрасная проповедь, которая так и называется. Ее называют так, потому что он в течение этой проповеди много раз говорил, у меня есть мечта. У меня есть мечта. Но он не был маниловым. Это не была религиозная маниловщина, знаете ли там. Нет. Он не просто фантазировал. И не говорил, вот у меня мечта. Мы помечтали, я решусь. И все. И вернемся в реальность, которая была совсем другой, чем его мечта. Нет. Он предлагал эту мечту осуществлять. Потому что он был пастором. Он был христианином. Он был проповедником. Он был павтическим пастором с Атланта Джорджи. И он знал, что мечтать не вредно. Если ты исполняешь мечту. Но очень вредно. Если ты просто и живешь мечтами этим. И очень опасно. Знаете ли, из мертвых душ у Гоголя, наверное, одна из самых таких гадких фигур, на мой взгляд. Не знаю, кто как, конечно. У кого-то плюшкин там с ума сходит. Но для меня манилов это хуже всего. Потому что человек, он просто мечтательный такой. И вот наше христианство, да упаси Боже, чтобы оно было вот таким маниловским христианством. Друзья мои. Не мертвые, но живые души. Сам же Гоголь писал, кстати, в письмах друзьям, что живые души, это только лишь те, которые в Евангелии слышат и живут Христом. А остальное все мертвые души. Друзья мои. Слава Иисусу. И также скажу, господа, что из истории христианства, в те времена, когда храм еще существовал, и минора, о которой я говорю, упомянул, она еще была там в храме, но она тухла сама собой 40 лет подряд во время служения. Она затухала 40 лет подряд. Сверх естественное затухание миноры. Вы знаете о хаммаке? Слышали о хаммаке? Хаммаке. Да, праздник света, да, обновление, буквально новоселье, обновление. На хаммаке мы вспоминаем сверхъестественное горение, сверхъестественное умножение. Когда один сосуд с маслом, его хватило бы максимально на сутки горения. Но сверхъестественно, это масло, оно не заканчивалось, оно горело и горело и горело. Восемь дней подряд. Вместо одного дня, восемь дней. Поэтому на хаммаке, на хаммаке минора зажигается очень необычная форма, да? Не семисвешная, а девятисвешная. Именно когда-нибудь эта традиция древняя. И миллионы евреев, христиан, вспоминают до сих пор с благодарностью Богу о том, что это было на земле. Что Бог совершил там чудо, великое чудо. Слава Богу. Но, если на хаммаке мы вспоминаем с вами, евреи, христиане, вспоминаем сверхъестественное горение этой миноры, то после того, как Иисус сказал, совершилось. После того, как завеса в храме сверху до низа была разорвана. После того, как это все совершилось. Сверхъестественное занухание началось в миноре. Сорок лет подряд. Масло было хоть отбавляй. Фетиви. Священники все поменяли. Дело было не в сквозняках, не в чем-то еще другом. А в самом Боге. Который сказал, оставляйте дом ваш пуст. И, хотя священники зашили завесу, и попытались представить, что ничего не произошло. Списали на несчастный случай. Знаете ли, в Богдане все спокойно мог. Но ничего не спокойно. И если Бог сказал, что совершилось, значит совершилось. И даже если вся религиозная мафия скажет нет этому, не бывать этому. Бог сказал, и это было. И это исполнилось. Друзья мои. И вся религиозная мафиозная коррубированная структура тогдашнего иудаизма рушилась прямо на глазах. И во время этого безумия, когда все это происходило, еврейский апостол Павел написал следующее. Для каринфской церкви, которая состояла в основном из дней евреев, кстати. То есть для Бога нет разницы, кто ты сегодня. Бог сказал устами этого помазанника Павла следующее. Первое послание в Каринф, вспомним сейчас. Третья глава, одиннадцатый стих. Он говорил так, что ибо никто не может положить никакого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А в шестнадцатом стихе, давайте запомним с вами это, для вас, думаю, это будет очень запоминаемо, также 3.16. Есть Иоанн 3.16, а это первое в Каринфинам 3.16. Написано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Слава Иисусу Христу! Друзья моих, и тот храм был разрушен римлянами в 70-х годах нашей эры. Да, он был разрушен. Да, исполнились страшные прочества Мессии. Страшные прочества Христа, а то, что камня на камне не останется. Исполнилось буквально. Камня на камне не оставили римские оккупанты, захватчики. Исполняя слова Иисуса, не веря в Него, не зная Его пророчеств, исполнили буквально. Не оставили камня на камне. И это убеждает нас в том, что слова Господни исполняются по-любому. Верят в мои люди или не верят. Для всех верующих и неверующих одно из Божьих посланий. Есть Божье послание. И сам Христос, либо Он тебя сомнет, либо Он тебя раздавит в лепешку, и мокрое место не оставит, либо Он станет великим фундаментом твоей веры. Либо тебя в древеске расплющит, либо будет основанием твоей веры и твоей победы непоколебимой. Слава Иисусу! Поэтому лучше уповать на Господа, лучше призвать Его имя и быть спасенным. Слава Иисусу! Я выбираю жизнь и жизнь с избытком, который сам Иисус Христос. Господа, братья и сестры. Так вот, и возвращаясь к этой теме, скажу, что храм был разрушен, и с того момента историческое христианство распространялось не только в Иерусалиме, и не столько в Иерусалиме, и по Иудее, и ближайшим каким-то провинциям, но по всей тогдашней империи, по всей необъятной Римской империи, от Великобритании до Ирана и Ирака, от чуть не Скандинавии до чуть не Центральной Африки, распространялось Слово Божье. Тысяча церквей существовало в то время, но эти церкви жили почти три столетия в условиях гадений. Я думаю, многие из вас это знают, слышали, видели фильмы некоторые, Камаградеши, другие некоторые фильмы, рассказывающие об этом трагическом времени и победоносном времени, с другой стороны. Наши с вами старшие братья и сестры смогли выставить в той мясорубке. Они смогли выставить в условиях очень сильных гадений. Частично это могут сравнить, как бы, и понять глубже, это могут лишь вот старые верующие. Те христиане, что в период Советского Союза, допустим, 50-е, 60-е, 70-е годы, оберегались с этим гонением массированным и выстояли. Вот частью они могут тогда глубже понять. Или же китайские верующие современные, вот наши дни, которые страдают. Или те христиане, что в арабском мире, в Африке, в Нигерии, допустим, да, подвергаются казни, убийствам. Вот, как же церковь выставила в условиях такого широкомасштабного гадения? Ведь часто объявлялось, по сути, всеобщее, всеемберское такое гадение на христиан. Но церковь выставила, благодаря структуре конспиративно таких малых групп, у христиан не было возможности фактически собираться в большие собрания. Но благодаря системе таких малых групп, домашних групп, Ральф Нейберн об этом очень хорошо пишет, рекомендую прочесть, это живая классика наших дней, проповедник, который имеет откровение о служении малых групп. Церковь распространяющая, благодаря домашним ячейкам, сети, домашних групп, где сам эпицентр богослужения совершается. Не в большом масштабе церковь, собирающаяся на торжественном таком служении, а именно в домашней группе собирается. И это и новое. И Ральф Нейберн, кстати, об этом очень хорошо говорит. Он недавно был, кстати, вот в Украине, недавно был в Днепрометровске, проводил там конференцию потрясающую. Я думаю, те, кто интересуется, могут посмотреть это в сети, в интернете. Я видел на ютубе уже пару там ссылочек на него. И можно заказать эти диски в центре возрождения города Днепрометровска, паса Владимира Мунтиана. Там они полностью есть в комплекте. И Ральф Нейберн очень хорошо говорит об этом, грамотно рассказывает, и как историк, и как богослов, что это не новое, это хорошо забытое старое. Это то, с чего церковь начиналась христианская. Первые христиане жили этим и распространялись благодаря сети конспиративных таких ячеек. И эта сеть, она покрыла всю империю. Даже во дворцах и в жилищах бедняков. Среди просвещенных и неграмотных людей. Разные категории граждан. Бокатых и бедных. Работ и свободных. Мужчин и женщин. Охватила сеть домашних этих групп. И когда в начале 4-го столетия христианство, оно вышло из-под поля и стало легализовываться, то выяснилось, что порядка 10% населения в городах были христиане. Представляете? 10%. Вот сколько здесь, в Твери, у вас проживает население сейчас? Ну, полмиллиона, допустим, да? 500 тысяч, к примеру. Грубо. Вместе со мной, может, там еще с другими привычками. Так вот, полмиллиона. Хорошо. И скажу, что 50 тысяч получается, да? Если бы 50 тысяч здесь людей были бы возрожденными христианами, да? Представляете, как было бы здорово. Если 10% населения здесь в городе, они были бы спасены, охвачены любовью Христовой, возрождены. Это было бы потрясающе. И дай Боже, чтобы это было. Дай Боже, чтобы нам взять хотя бы 10% этого города для Иисуса Христа. Взять с собой на небеса. Слава Иисусу Христу. Это очень важно. И, господа, скажу, что когда церковь стала легализовываться, стала выходить из подполья, регистрироваться, то, конечно, не все было так, как бы, радужно. Эйфория быстро прошла, потому что выяснилось, что легализовавшись, христиане были порой очень разные. Разных порой теологий, разных порой взглядов на некоторые вопросы, допустим, служения, политики и прочее, бизнеса. И были христиане, которые с головой окунулись в тогдашнюю систему, политическую, значит, экономическую систему, стали богатыми землевладельцами, рабовладельцами, домовладельцами, значит, потому что Константин император дарил особняки и земли многим лидерам христианства. С другой стороны, были христиане, недоверяющие власти, даже той, которая себя называла христианской, как бы. И оставаясь в тени, как нерегистрированные братства. Очень разные были понимания. И стали собираться вселенские и поместные соборы, то есть собрания, конференции, большие и малые конференции, на которых решались разные вопросы. Административные, богословские вопросы. И в этих конференциях, на этих конференциях, на этих соборах были моменты и положительные, и отрицательные. К сожалению, самым таким моментом отрицательным, в 4 веке, в веке как бы свободы, с одной стороны, было попадание церкви под зависимость от государства. Называется это, проще говоря, цезарь-попизм. Слышали это слово, наверное? Цезарь-попизм. Запишите себе. Цезарь-попизм. Что это такое? Цезарь, это власть, да? Светская. Царь, как бы. Папос, это духовная власть. Светская и духовная власть. Цезарь-попизм. Это такая система взаимоотношений от церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира и сего. Цезарь-попизм. Именно через подчиненность церкви и государству, впоследствии, знаете ли, пришло много проблем. Роговым образом повлияло все это потом на историю христианства дальнейшую. Но об этом, наверное, чуть попозже, после перерыва, продолжу говорить. Есть ли вопросы? Подай какие-то вопросы на писочке. Я сейчас отвечу на эти вопросы, а после перерыва вы можете подать новые записочки и в конце следующей части я тоже отвечу на ваши вопросы. С удовольствием. Да? Да, сюда. О, первая записка прям вот. Видная такая записка. Откуда появилось слово поп? Поп. А в латинском слове папос или попос, это значит отец, падре, отец. Вообще-то на Руси попами называли священников, всех священников, до Петра Первого. А Петр Первый приказал заменить слово поп на более греческое слово, иерей, значит, священник. А так были попы. Их жен называли как? Попадья. Моя жена очень не любила это слово. Ну, как и я не любил слово поп. Ну, как мне сразу Пушкин вспоминался, не гонялся до духов за дешевизмой там и прочее. Ну, я ж не такой, но... Да. Ну, Александр Сергеевич, конечно, так и тоже. За словом в карман небес. И вот, значит, и скажу, что старших попов называли протопоп, то есть старший поп, старший батюшка. Их жен называли протопопица. Да, протопопица. Классический пример, кто, может, читал, значит, житие протопопа Авакума, им самим составленное. И он там пишет в одном месте, протопопица моя Анастасия, акумедведица, или якумедведица, он пишет там что-то. Ну, ладно. Значит, а старших протопопов называли попище. Попище. Попище это были тесто протопопы, которые имели свою печать, значит, и имели, ну, очень большую власть. Это как, ну, как, векарные песни, по-моему, даже где-то. Значит, это были попище. Допустим, знаменитый попище Василий в Великом Новгороде, включая соборы Софии Святой в Новгороде. Там другие были известные в истории Руси. В Тверь были свои попище тоже. В летописях об этом, ну, подробно описывается. А об их шоках не пишется ничего почему-то. Кто это были такие? Попищецы? Да. Итак, как Вы считаете, каков источник зажигания огня в Иерусалиме на Пасху? Вообще-то, источник не сверхъестественный. Это однозначно. То есть, там ничего такого сверхъестественного нет, на самом-то деле. И я вынужден разочаровать вот те, кто, как бы, верит в сверхъестественность зажигания этого огня. Кстати, в русской церкви эта вера поддерживается. И в украинской, и в русской, и в белорусской церкви эта вера искусственно поддерживается. Спецслужбами и СМИ. В общем-то, хотя по-настоящему-то вера, веры в это чудо, как бы чудо, в мире православном не существует. Кроме бывшего Советского Союза. Наверное, ни где больше не существует. Другие православные церкви в это не верят просто-напросто. Я по миру поездил, поверьте, разговаривал с разными священниками в разных странах. В Европе, в Америке. И многие священники, меня даже спрашивали, зарубежные священники, а что, на самом деле, русские священники верят в то, что зажигается сверхъестественно огонь. Я вынужден был, ну, как бы, расхлебывать все это и говорил, ну, да, верят, как бы. А почему? Ну, по кочану. Просто-напросто ни на чем не разумно. Каждый год наши туристы, паломники с ожогами разной степени попадают в клиники Иерусалима. Насчет известный факт, потому что многие доверяют этому составленному спецслужбами российским и тогдашним КГБ в 80-е годы и начало 90-х. КГБ и РПЦ состряпало очень грязный фильм, который до сих пор показывают, притом и продают в храмах. Я видел вот недавно в храме, в Туре, в частности, в храме в соборе, в конфедеральном продаже этого диска, дивиди-диска с этим фильмом. То есть грязный состряпанный фильм, хотя и уже есть много разоблачений этого фильма. В частности, там в кадре есть один очень известный. Когда одна а-ля монашка, женщина в черном, она проводит медленно над огнем свою руку, и показывая, демонстрируя сверхъестественность огня, не обжигающую такую руку. Но этот кадр разоблачен давно уже. Когда в режиме реального времени показали этот же фрагмент, оказалось, она проводит очень быстро руку над огнем, который не обжигает ее. То есть перед тем показали кадром нормально, а потом стали замедлять специально, искусственно, чтобы показывать якобы сверхъестественность огня. И все остальное в этом фильме, поверьте, чушь. Сплошная чушь. Значит, не верьте этим мифотворцам, не верьте это лжи. Вопрос другой, кому это нужно. Это тоже интересный вопрос. Но из русских священнослужителей лишь один нашелся порядочный человек, об этом в открытую заявил. Это Диакон Андрей Курайев. Я его, значит, молюсь, конечно, за его покаяние, дай Бог ему покаяться. И быть именно евангельским проповедником, его бы энерго, да мирное русло, было бы очень хорошо всем. Но, конечно, это не Дворкин, это более порядочный человек, но все-таки, знаете ли, все равно часть системы, безбожной системы религиозной мафии. Так вот, и особенно его грязная эта книга, протестантам о православии. Вообще, ну, опуститься на такой уровень профессору, ну, я считаю, это недопустимо просто-просто, говорить людям откровенную ложь. И я не думаю, что господин профессор Диакон не в курсе того, что он пишет откровенную чушь в этой книге своей. Ну, расскажу вам, те, кто читал, наверное, знают, о чем я говорю, но я не рекомендую книгу для чтения, но ради интереса можно загнуть в эту книгу. Самый такой грязный эпизод им составленный, я не верю, что он так верит, но он, видимо, писал под заказ эту книгу, явно. Я считаю, он грамотный человек и не может так верить, как он пишет в этой книге. Он пишет, что, допустим, протестанты могут говорить о Боге, могут проповедовать, там, ради Бога трудиться, но познавать лично Бога, как бы, они не могут. А мы, православные, можем познавать Бога, потому что у нас есть Дух Святой, а у них нет. А у нас, а у нас в квартире газ, да? Это, знаете, настолько упрощенное понимание Духа Святого, примитивное. Ведь, на самом деле, Дух Святой, это не энергетика. Это не то, что можно взять и монополизировать, приватизировать, знаете ли, вот, заявить, что есть собственность нашей динаминации. Ну, конечно, как бы, вся кулик свои болота хвалит, и чем больше церковь похожа на болото, тем ее больше хвалим мы сами же. Но очень важно, чтобы Бог похвалил нас. И похвалящиеся хвалить Господом, а не своей динаминацией. И ведь Дух Святой дышит, где хочет, Он есть личность. С Ним, возможно, лишь партнерские, любовные, близкие отношения, но ни в коем разе незаконнические. Дыши, не дыши. Сюда дыши, сюда не дыши. Он есть личность. Он захочет, так дыхнет, что мало не покажется. А не захочет, хоть толстым слоем золота покроет этот кинотеатр, он не дыхнет ничего сюда. Но если захочет, а кого он захочет видеть? Он хочет видеть людей, которые ищут Его, любят Его, жаждут Его, жаждущие прийти ко мне и прийти в воду жизни даром, Иисус говорит, слава Иисусу. И вообще об этом грязном религиозном спектакле, значит, схождение огня святого, как бы, на Пасху, много об этом говорится. Ну, сейчас уже меньше, но еще лет пять назад, лет семь назад очень много говорилось. Сейчас уже поменьше волна сошла. После того, как патриарх Иерусалимский, на которого наши СМИ российские грешили, что якобы он принимает огонь сверхъестественный, был вынужден дать ответ в интервью специально для вот таких христиан, верящих в такую чушь, заявить, что никакого огня сверхъестественного никогда и нет, и не было и нет. Что сам патриарх, про которого наши телевизионщики говорили, что якобы он там приносит сверхъестественный огонь, он говорил, никогда такого не было вообще. Вы что на себя выдумываете? Он объяснил что-то древней обычай, когда, кстати, у русских староверов он сохраняется, в частности, в белокринейской иерархии. Я бывал на служении на Рогожском кладбище в Москве, потрясающая вещь. Если попадете туда на вечернее служение, как перед Пасхой, вы увидите воочию то, что в Иерусалиме совершается. Традиционный православный церковь забыл эти традиции, но среди староверов сохраняются. Покойный Олимпий, Московский, Всеруси, значит, кстати, этот крест, его крест, он мне вручил его когда-то, в начале 90-х. Два месяца я был возле него, изучал старобрядчество, интересовался, защищал, я хотел защититься именно по старобрядчеству, но не получилось. Но знаете ли, что интересно? Получилось много интересных открытий, для себя лично сделал много удивительных открытий, мира старобрядчества. И у них сохраняется обычай, которому я был свидетелем, лично. В частности, военное служение, значит, по всему храму катится весь свет, полная тьма. Это потрясающе. Оба хора сходятся вниз на сходе, и они поют в полной тьме. В алтаре гасятся все свечи, семисвечник, все. Одна лампада, она отворачивается, и эффект полной тьмы настаёт в храме. Это потрясающе. И хор поют. Я сейчас не помню, что, но во время всеночной у них это повторяется, но не в полной тьме уже, а отдельная лампада остаётся лишь. Но почти полная тьма. И там они поют по-старому. Свететихи, святые славы. Я не помню дальше текста, как они именно... Они немного по-другому поют, не как традиционно православная церковь. Ну, допустим, Аллилуйя, они поют по-старому, до Петровскому распеву, да? Аллилуйя, это Аллилуйя, перед чтением Евангелия, после апостола. Мы сейчас поём это по-другому совершенно, но раньше наши предки так пели, таким образом, в храмах. Старолеры это сохранили, и они сохранили традиции пасхальные, которые забыты в официальном православии, традиционном московском тариатхата и киевском тариатхата. Но у старолеров сохраняется. И момент служения митрополит Олимпий тогда, архиепископ, по-моему, тогда был, Олимпий Московский, всей Руси, Русской православной астрологической церкви, зажигая там, значит, вот эти вот свечи, выносил, и очень быстро, это было отрепетированным действием хорошим, зажигались от него остальные свечи, и по всему храму, это Покровский собор на Рогожском таблище, выжигались свечи, лампады, и свет, и пелись пасхальные преступления, знаете, потрясающе. Даже, скажу так, находясь в этом храме, такой стресс испытал я. Я знал православное служение традиционное, в котором я участвовал пасхальное, но у старолеров ни разу не бывало я до того на пасхальном служении, это было потрясением для меня. Вот, и храм весь озарен был светом, это было красиво, это надо было видеть просто. И потом, скажу так, что пасхальное служение в Иерусалиме, оно сохраняет вот такой же ход примерно. Там нет ничего сверхъестественного, там естественно зажигание свечей, зажигание этих лампад и прочее. Но, к сожалению, русские туристы отличаются вот неумом и сообразительностью, экспериментируют с огнем, зажигают себя, зажигают волосы, зажигают соседей, зажигают платки свои, и попадают потом в клиники израиля с зажогами разной степени. И это каждый год, даже после разоблачения, даже после интервью, все равно, пишут на русском языке, пожалуйста, не зажигайте, не экспериментируйте с огнем, не зажигайте соседей, друг друга не зажигайте, но люди начинают зажигать. И при том, в большей части трезвые, там есть подпитие, но в основном люди трезвые, но религиозно, одурманенные, это сивуха религиозная такая, знаете ли, вот. Ну ладно, так вот, вопрос другой, кому это надо? Ну ладно, сейчас идет политика о возрождении бывшего и безбожного Советского Союза. И для того, чтобы антирелигиозную пропаганду очень быстро вести, нужны некоторые большие, громкие разоблачения. И, вероятно всего, чтобы сделать десятки миллионов номинальных православных реальными атеистами, чтобы шелуху религиозную с них сбить, потребуется несколько больших, таких грозных, грандиозных разоблачений. Я думаю, что как раз разоблачение вот этого огня, как бы чудесного, оно будет способствовать как раз возрождению атеистических традиций бывшего Советского Союза. Я думаю, что подобные громкие скандалы, они в ближайшее время состоятся. Потому что принцип пока идет к этому дело все. Если не будет Божьего особого вмешательства. Я очень прошу Бога, конечно, молю, но я понимаю, что, как и любой нормальный верующий должен говорить, что, впрочем, не моя, но твоя воля-то будет. Но очень хочется, где бы мы ни были бы, как можно больше людей привести к Спасителям, к Иисусу Христу. Один брат рассказывал, я был в Нью-Йорке, на том месте, где упали эти башни. Потрясающее было служение. Там было много русских, украинских пастырей разных. И делились люди разными откровениями, молитвой. И было свидетельство одного человека, христианина, американец, который был там во время атаки этих исламо-фашистов. И знаете ли, что, оказывается, Дух Святой ему говорил. Он крещен на Духа Святым. Он знает Бога человека, молится. И у него была тяжелая материальная ситуация в семье. Много долгов, и он стал давать много жертвы. Верный стал в десятинах, хотя он очень этим пренебрегал раньше. Он рассказывал об этом всем. И Бог ему дал работу. Представьте себе, во всемирном торговом центре. Это было накануне этой трагедии. И представьте себе, вот он утром встает, готовится на работу. И Дух Святой ему говорит явно, не иди сегодня. Не может быть, это на меня Бога. Он стал бороться с Богом. Он стал говорить, что, ну, это, видимо, искушение какое-то. Не может быть, Бог дал мне эту работу. Не может же Бог взять и вот так вот забрать у меня. Вот так эту работу. И он не послушался и поехал. На мосту уже, значит, много транспорта движется. И он прямо сидя за рулем автомобиля, слышит опять, не иди, поверни. Фу, да Господь, ну не может быть вообще, ну, Бога. Он стал там с дьяволом бороться, там, кровь Иисуса Христа призывать. Лукавый-то поражен дьявол, там, во имя Иисуса Христа. Вот, значит, потом, третий раз было, уже на входе во всемирный центр торговый. Там много людей спешит, он тоже поспешил. И опять ему, ну, все-таки говорит, третий раз. Но он, ну, говорит, и третий раз не послушался. И пошел. Но спас, Бог его все-таки спас. Он живой, он был покалеченный, да, у него были переломы, но он был живой. Его из-под завала вытащили, вытащили вот эти вот рабочие там пожарники там всякие там, кто трудился, работал, вытащивал эти вот трупы и раненых. Его вытащили, он христианин, он верующий. Он молился, молился на языках, вопил к Богу, каялся. Когда все это трещало, он понимал, что Бог его предупреждал вообще. А не дьявол там искушал его. Понимаете, как важно, да, правильно относиться к вещам хотим. И что интересно, но он рассказал, что даже не послушав три раза Духа Святого, даже оказавшись в том месте, где он не должен был бы быть, но Бог даже там его использовал. Представляете? А каким образом? Когда, говорит, его спасло то, что, вот, вообще, них офисы были там, где как раз самолет резался. Он, вот, там, оплавился моментально, и ничего не осталось, мокрое место не осталось бы. Но они спустились вниз, там, помолиться с братьями. И чай, кофе там, и, значит, пообщаться. Буквально пятиминутка. Но это спасло его жизнь. Дальше стали сбегать все вниз. Хаос такой, паника. Но, оказавшись внизу, вот, стало еще страшнее, чем даже наверху. Почему? Потому что, когда люди выбегали оттуда, из-под этого, как бы, навеса, да, на них падала вся эта гадость, там, какая-то моря могла упасть на них. И стекла, и все-все всыпалось на них. Представляете, людей убивало, когда они выбегали уже. Люди в шоке просто. И бежать не могут, и оставаться там под навесом не могут, потому что трещи уже, здание так вот колышется все. Значит, и что произошло? Я здесь место долго обречать, но, как бы, пример такой приведу просто. И что произошло? Люди сбежались, кричат в опятом с офисов, да? И вот Дух Святой дал ему власть в этот момент. Он стал кричать ему, бегом все ко мне. Знаете, как будто командир. Все его послушались, прибежали. Он, как бы, как власть имеющий, как скомандовал. И он им стал говорить, давайте будем каяться, молиться. Бог, прости нас. Наши грехи прости. Они вопили, Бог, прости меня. Я такой, Бог, прости меня. Иисусу Христу молился. Один, он привел их к покаянию. Они стали молиться. Иисус, Иисус, спаси нас. Иисус, спаси. Спаси. И потом получилось, что здание стало рушиться. Когда из-под завалов его достали, потом уже, он был поломан, но живой. Потом уже выяснилось, что возле него не было живых людей. Все были трупами. То есть, их придавило и насмерть. А его, Бог помиловал просто его душу. Он был поломан, но живой был. И потом уже в больнице, будучи его живой, и после больницы, он просто благодарил Бога, что даже не послушавшись его, да, оказавшись в неправильном месте, неправильное время, но Бог использовал его, чтобы спасти каких-то людей, хотя бы перед смертью, чтобы они призвали имя Господа Иисуса Христа. Представьте себе, слава Богу. Поэтому Бог да благоставит нас. И даже если кто-то из нас окажется среди тех, кого Бог не возьмет, я верю в освящение церкви, я верю тому, что написано в Писании, но если будут оставлены среди нас, не расстраивайтесь, у вас работа вот такой будет. Я скажу, что не то чтобы... Дело в том, что люди даже в любой ситуации, даже в самой неприятной ситуации, у нас есть, ну, наша надежда, сам Господь Бог, у нас есть работа, и прав был, тысячу раз был прав Иван Петрович Проханов, один из лидеров Немангельского пробуждения в России, сто лет назад он писал так, что христианин, это, говорит, неиспробимый оптилист. Слава Богу. Да, друзья мои, давайте мы после перерыва продолжим, оставим записочки на потом. Пусть Бог благоставит нас, сделаем перерыв.